Во время войны существовало две школы лечения ран, сказал он, физиологическая, которая направляла свои усилия на помощь естественным защитным силам организма, и антисептическая, которая стремилась уничтожить микробы в самой ране при помощи какого-нибудь химического вещества. Он снова объяснил, почему Алмрад Райт и его ученики принадлежали первой школе. Почему же? Потому что опыт доказывает, что антисептики, хотя и великолепно предупреждают инфекцию, бессильны в борьбе с нею. Об этом он уже говорил неоднократно. Но он еще добавил, что даже в случае, если антисептики и безвредны, что в действительности не так, они представляют психологическую опасность. Хирургу трудно забыть, что у него есть ценные помощники антисептики, и он может менее тщательно обработать рану. Осознание, что путь отступления отрезан, помогает даже самым добросовестным хирургам работать еще тщательнее. Уже хотя бы поэтому лучше с самого начала не прибегать к антисептикам. Лечебный эффект дает только хирургическая обработка ран. Почему же хирург должен делить свою заслугу с антисептиками, польза которых более чем сомнительна? Однако, хотя Флеминг, как и его учитель, принадлежал к физиологической школе, он знал лучше, чем кто-либо, что микроорганизму часто удается сломить естественные защитные силы организма, что хирургия порой бывает бессильна, и ему, как Эрлиху и многим другим, хотелось бы найти магическую пулю, смертельную для вторгшегося в организм врага и безвредную для самого организма. Первая надежда — Лиза Цым. Бывает, что человек, обнаружив явление, не поразившее других, сосредоточивает на нем внимание и видит то, что остальные не замечают. Лериш Никогда не пренебрегайте ни тем, что кажется внешне странным, ни каким-то необычным явлением, зачастую то ложная тревога, но это может послужить и ключом к важной истине. Флеминг В 1922 году я поступил в Сент-Мэри, чтобы работать в лаборатории с Флемингом, пишет доктор Эллисон. Он сразу же стал подшучивать над моей педантичной опрятностью. Каждый вечер я приводил в порядок свои матрацы и выбрасывал все, что не могло больше пригодиться. Флеминг сказал, что я слишком аккуратен. Сам он сохранял свои культуры по 2-3 недели, и прежде чем уничтожить, внимательно их изучал, чтобы проверить, не произошло ли случайно какого-нибудь неожиданного и интересного явления. Дальнейшая история доказала, что он был прав, и что если бы он был таким же аккуратным, как я, он, скорее всего, не открыл бы ничего нового. Как-то вечером, это было через несколько месяцев после того, как я стал работать в лаборатории, Флеминг отбирал ненужные чашки Петри, которые уже стояли много дней. Взяв одну из них, он долго рассматривал культуру и, наконец, показал мне, сказав, вот это интересно. Я посмотрел. Агар покрылся большими желтыми колониями. Но поразительно было то, что обширный участок оставался чистым, сзади находилась зона, содержавшая прозрачные стекловидные колонии, и, наконец, третья зона, где колонии еще не приобрели прозрачности, но уже начали терять свою пигментацию. Флеминг объяснил, что на этой чашке он, когда был простужен, посеял слизь из собственного носа. Зона, где была нанесена слизь, не содержала никаких колоний, стала стерильной. Он тут же сделал вывод, что в слизи находилось вещество, которое или растворяло, или убивало находящиеся по соседству микробы и, распространяясь, воздействовало на уже развившиеся колонии. Да, это интересно, повторил Флеминг. Надо это повнимательнее исследовать. Первым делом он окрасил культуру и увидел крупные кокки желтого цвета, не патогенные, и, видимо, занесенные через окно с улицы. Затем он проверил действие носовой слизи на кокки, но уже не на чашке Петри, а в пробирке. Он приготовил культуру этих микробов и добавил к ней носовую слизь. К нашему с ним удивлению, мутная от бесчисленного количества микробов жидкость через несколько минут стала совершенно прозрачной. «Прозрачная, как джинн», — сказал Флеминг. Он тут же испробовал действие слез в подобных же условиях. Капля слезы растворяла микроорганизмы в течение нескольких секунд. Это было поразительное и захватывающее явление. После этого в течение нескольких недель мои и его слезы служили основным объектом исследования. Сколько лимонов пришлось нам купить, чтобы пролить такое количество слез. Мы срезали с лимона цедру, выжимали ее себе в глаза, глядя в зеркальце микроскопа. После этого пастеровской пипеткой с закругленным над пламенем горелки концом набирали слезную жидкость и переливали ее в пробирку. Мне нередко удавалось таким способом добыть полкубического сантиметра слез для наших опытов. Посетители и посетительницы тоже вносили свой вклад. В газете «Сент-Мэри» был помещен рисунок, на котором было изображено, как дети за несколько пенни давали лаборанту сечь себя, а второй лаборант в это время собирал слезы в сосуд с надписью «Антисептики». Весь технический персонал лаборатории подвергался пытке лимонам. Им платили каждый раз по три пенса, они тщательно вели счет и в конце месяца получали деньги за все пролитые ими слезы. Однажды Флеминг увидел, что у одного из лаборантов очень красные глаза, сказал «Знаете, если вы поплачете как следует, вы скоро сможете уйти в отставку». Опыты показали, что в слезах содержится вещество, способное растворять с удивительной быстротой некоторые микробы. «Это вещество обладает необычайной активностью», – писал Флеминг. «До сих пор меня восхищало гораздо более медленное действие антисыворотки. Если ее добавить в зараженный бульон и держать в водяной бане, проходит весьма значительное время, прежде чем микробы растворятся, да и то не все. Исследуя это вещество, я налил в пробирку густую молочную суспензию бактерий, добавил туда каплю слезной жидкости и в течение нескольких секунд согревал пробирку в руке. Жидкость стала совершенно прозрачной. Ничего подобного я раньше не наблюдал». Надо признать, что явление в самом деле было поразительным. И Флеминг первым его обнаружил. А помогло чудесное стечение обстоятельств. Ведь таинственное вещество соприкоснулось именно с тем самым микробом, который был наиболее чувствителен к его воздействию. Оно обладало способностью растворять, а значит и убивать, с наибольшим эффектом желтые непатогенные коки. И кроме того, это вещество вызывало лизис, хотя и в меньшей степени других микробов, в том числе и некоторых патогенных. Целой серией опытов Флеминг доказал, что оно обладает свойствами энзимов, естественных ферментов. Как назвать найденное вещество? Вопрос, конечно, обсуждался в библиотеке во время чайпития. Райт, как известно, увлекался созданием слов с греческими корнями. Поскольку новое вещество напоминает фермент, энзим, значит его название должно оканчиваться на цим, а раз оно растворяло или лизировало некоторые микробы, его окрестили лизоцимом. Микроб же с такой легкостью поддающийся лизису получил от Райта название микрококкус лизодектикус от лизис растворения и дексейн показывать, другими словами, микроорганизм, дающий возможность наблюдать растворяющие действия. Флеминг упорно продолжал свои исследования лизоцима. В тот день, когда он его открыл, ему пришла в голову одна догадка, в которой он все больше укреплялся. Почему естественные секреты организма обладали такими бактерицидными свойствами? Явно для защиты уязвимых поверхностей. Так должно было быть, иначе все люди давно бы вымерли или в лучшем случае не смогли бы развиваться, так как с самого рождения наш организм контактирует с бесчисленным множеством микробов, которые содержатся в воздухе, воде и земле. Микробы все время попадают на кожу, проникают в нос, в рот, в кишечник. Многие из микробов безвредны, некоторые даже полезны, например, те, которые помогают пищеварению. Организм терпит их присутствие, но противятся их проникновению за пределы кишечника, а также чрезмерному их размножению. Кровь со своей армией фагоцитов частично обеспечивает эту защиту. Но некоторые особенно восприимчивые и легко поражаемые участки тела, такие как соединительная оболочка глаза, слизистая полость носа и дыхательных путей, не защищены от попадания микробов из воздуха. Кровоснабжение в этих областях слабое, они не могут оставаться без защиты. Лизоцин, казалось, и является одним из таких естественных защитных средств, и если бы гипотеза подтвердилась, то это вещество или другие исходные с ним по своей природе должны встречаться во всех частях организма животного, человека, птицы или рыбы, а также и в растительном мире. Флеминг приступил к серии опытов с целью доказать, что лизоцин содержится в других секретах и даже тканях. Кусочек ногтя, соскоб ткани, капля слюны, волос, помещенные в пробирку, оказывали тоже чудесные растворяющие действия. Флеминг, читая лекции об естественных защитных силах организма, теперь неизменно предлагал своим студентам исследовать собственные срезы ногтя, поместив их в микробную суспензию. Мгновенное их действие поражало студентов тем больше, писал Флеминг, что они перед этим слушали лекции физиолога, где им внушали, будто ноготь состоит из мертвой ткани. Флеминг продолжал свои исследования и обнаруживал лизоцин всюду, в полости рта, в сперме всех животных, в векре щуки, в женском молоке, в стеблях и листьях деревьев. Были исследованы все растения сада. Тюльпан, лютик, крапива и пион все содержали лизоцин. Очень значительное количество его было в репе. Но самым богатым источником лизоцима оказался яичный белок. Флеминг продемонстрировал, что яичный белок, разведенный в воде в отношении 1,6 миллионам, сохранял способность растворять некоторые микробы. Значит, яйцо обладает сильными бактерицидными свойствами, что очень важно, ведь белок и даже желток яйца великолепная среда для выращивания микробов. Яичная скорлупа для них не преграда. А вместе с тем яйца по несколько дней лежат на прилавках, где они подвергаются воздействию всевозможных микроорганизмов и остаются стерильными. Следовательно, они обладают защитными средствами. Видимо, сказал Флеминг своему коллеге Ридли, области, больше всего открытые для проникновения инфекции, в то же время лучше всего защищены. Например, слизь, которую выделяет дождевой червь, в высшей степени бактерицидна. Он обнаружил лизоцин в крови, главным образом внутри лейкоцитов и в фибрине кровяных сгустков. Открытые раны обычно покрываются слоем фибрина и лейкоцитов, богатым лизоцином. Не является ли это средством самозащиты? В самом деле, лизоцин, казалось, играл роль естественного антисептика, первой линии обороны клетки против вторжения микробов. Флеминг имел право гордиться своей работой. Он открыл совершенно новое и очень важное проявление защитных сил организма, которое он упорно изучал и перед которыми, как верно ученик Райта, всегда преклонялся. Еще раньше Мечников доказал, что специализированные клетки фагоциты защищают от вторжения микробов. Флеминг установил, что в этих клетках содержится лизоцин. Не означает ли все это, что лизоцин один из видов оружия, которое пускает в ход лейкоциты против микробов? Что касается кожи и слизистых, то Мечников считал, что они защищаются механическим путем. Природа, утверждал он, для их защиты не употребляет антисептиков. Жидкости, которые омывают слизистые полости рта и поверхность остальных слизистых, либо совсем не бактерицидны, либо бактерицидны в незначительной степени. Благодаря слущиванию поверхностных клеток вместе с ними удаляются и микробы. Природа прибегает к этому механическому способу, так же, как хирурги, заменившие применение антисептиков полосканием соленой водой. В 1921 году это мнение разделяло большинство бактериологов. Флеминг же доказал, что в этом пункте теория Мечникова должна подвергнуться изменению. Приведенные опыты ясно показывают, заявил он, что все эти секреты и большая часть тканей обладает мощным свойством уничтожать микробы. Он сделал важнейшее открытие. Но Флеминг никогда не употреблял слово «открытие». Это громкое слово, а он не любил громких слов. Он всегда говорил «мои наблюдения». Но все равно, было ли это открытием или наблюдением, оно дало ему удовлетворение, как никакое другое. Сдержанный, рассудительный Флеминг по своему характеру, а также из протеста против стремления Райта все абстрагировать, обычно отваживался говорить только о фактах. Но на этот раз он был так упоен, что забыл о своей осторожности и в первом сообщении о лизоцимах дал прорваться потоку прекрасных гипотез. Действительно, это открытие было как бы воплощением идей, которые он давно вынашивал. Много позже, в один из редких приступов откровенности, он сказал Ридли, во время войны 1914-1918 годов, когда я был еще молод, старик занимался главным образом изучением способности крови убивать бактерии. Но я понимал, что все живое должно располагать на всех своих участках действенным защитным механизмом. Иначе ни один живой организм не мог бы существовать. Бактерии вторглись бы в него и убили. Ридли добавляет, «Все живое должно быть защищено». Вот та путеводная звезда, которая вела Флеминга во всех его исследованиях. Против каких же микробов действен лизоцим? В поисках ответа Флеминг поставил остроумный опыт. На чашке Петри с агаром он вырезал ямку или желобок и заполнял агаром с лизоцимом, после чего он засевал определенный вид микробов ровными полосками под прямым углом к желобку или же радиально расходящимися от ямки. Некоторые микробы росли вплотную к желобку или к ямке. Они явно были нечувствительны к лизоциму. Другие же останавливались на большем или меньшем расстоянии от лизоцима, и по этому расстоянию определялась их чувствительность к нему. К сожалению, лизоцим, активно убивавший непатогенные микробы, был значительно менее активен в отношении болезнетворных или патогенных микробов. Флеминг нашел это вполне понятным. Какие микробы патогенны? Те, которые способны преодолеть защитные силы организма, вторгнуться в него и вызвать инфекцию. Если бы они были так же чувствительны к действию лизоцима, как желтые коки, они были бы уничтожены этими защитными силами, не смогли бы обосноваться и таким образом были бы безвредны, что не оправдало бы их название. «Может быть, в этом и кровица разница между патогенным и непатогенным микробом», думал Флеминг. «Определенные микробы способны заражать только определенные виды животных, только определенные ткани, и не заражают другие. Подобная избирательность, возможно, определяется содержанием и активностью лизоцима в организме этих животных или в этих тканях». Исходя из этого предположения, Флеминг придумал, как всегда, очень простой опыт, который проникал в самую сущность проблемы. Он испробовал действие человеческих слез на три группы микроорганизмов. В первую группу входили 104 вида сапрофитов, выделенные из воздуха лаборатории. Во вторую 8 видов микробов, патогенных для некоторых животных, но не патогенных для человека. Третья группа состояла из микроорганизмов, патогенных для человека. Полученные им результаты соответствовали его предположению. Лизоцим оказывал очень сильное действие на 75% микробов первой группы и на 7 видов из 8 второй группы. На третью группу он тоже действовал, но очень слабо. Значит, если найти способ повысить содержание лизоцима в организме, возможно, удастся остановить рост некоторых болезнетворных микробов. Было над чем поработать. Флеминг предложил доктору Эллисону вместе заняться этим вопросом, но прежде чем приняться за новые опыты, он в декабре 1921 года сообщил о своем прекрасном открытии и о выводах, которые из него сделал в медицинском клубе, старом научном обществе, основанном в 1891 году, влиятельном и единственном в своем роде. Флемингу оказали невероятно холодный прием. Ему не задали ни одного вопроса, не последовало никакой дискуссии. Такой прием встречали только сообщения, совершенно лишенные интереса. Сэр Генри Делл, присутствовавший при этом, писал, «Я очень хорошо помню его любопытное выступление. Помню, как мы все говорили, да это же просто очаровательно. Именно такого рода наблюдения естествоиспытателей нравится Флемингу». Вот и все. Ледяной прием, оказанный его собратьями по науке столь оригинальному исследованию, глубоко огорчил Флеминга, который, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, был крайне чувствительным. Огорчил, но не остановил. Он подготовил на ту же тему сообщение, которое Райет сделал в феврале 1922 года королевскому медицинскому обществу. Она тоже не вызвала достойного внимания. Флеминг не пал духом и продолжал с помощью Эллисона изучать вещество, в значение которого он, вопреки безразличию других ученых, продолжал верить. Между 1922 и 1927 годами они с Эллисоном опубликовали еще пять блестящих работ о лизоциме. Они попытались выделить чистый лизоцим. Но ни тот, ни другой не были химиками. Флеминг утверждал, что он бы не выдержал простейшего экзамена по химии. А в лабораториях этого научно-исследовательского центра не было ни химика, ни биохимика. Им не удалось выделить лизоцим, хотя, как убедился Флеминг, спирт его осаждает, но не разрушает. Обнаружив, что в яичном белке концентрация лизоцима в 200 раз выше, чем в слезах, Флемин и Эллисон стали пользоваться им для своих опытов и установили, что при концентрации в два раза превышающей концентрации в слезах это вещество оказывает бактерицидное действие почти на все патогенные микробы, и в частности на стрептококки, стафилококки, менингококки и на дифтерийную палочку. Они наблюдали даже, как действует яичный белок на стрептококке кишечника. Убедившись, что ферменты желудка не разрушают лизоцим, содержащийся в белке, исследователи прописали больному в кишечнике, у которого было обнаружено очень много стрептококков, по 4 яичных белка в день. Количество стрептококков стало обычным. Ободрённые этим быстрым успехом, они рекомендовали подобное лечение нескольким больным с аналогичным состоянием, которые жаловались на утомляемость и на мигрени. Состояние больных улучшилось. Флеминг и Эллисон из осторожности и щепетильности объяснили, что это может быть вызвано временным действием лизоцимов на стрептококке или же психологическим фактором. Флеминг продолжал изучать антисептики. Цель оставалась прежней – побороть инфекции. В 1923 году совместными усилиями нескольких сотрудников лаборатории было создано новое приспособление, позволявшее вести такого рода исследование. Эллиот Сторар, изобретатель этого приспособления, назвал его слайдекелл – предметное стекло, разделённое на ячейки. Оно оказалось очень несовершенным. Райт одобрил метод и улучшил его. Дайсон внёс ещё одно усовершенствование. Новое приспособление было как раз во вкусе Флеминга. Нужна была большая ловкость и не требовалось никаких затрат. Кроме того, можно было обходиться небольшим количеством изучаемого материала, а это очень важно, когда приходится исследовать кровь человека. Приспособление состояло из двух стеклянных пластинок, разделённых пятью намазанными вазелином бумажными полосками, расположенными через определённые промежутки перпендикулярно длине пластинок. Таким образом, между стёклами получалось четыре ячейки, и на каждую из них можно было нанести каплю крови. Флеминг установил, что страницы одного медицинского журнала по своей толщине идеально подходят для бумажных полосок. Описывая этот метод в своих лекциях, он с серьёзным видом говорил удивлённым студентам, а бумажные полоски вырезайте из журнала «Экспериментальная патология». Маленькие ячейки заполнялись дефибринированной кровью, заражённой исследуемыми микробами. После этого оба открытых конца заливались парафином, и приспособление ставилось в термостат. Микробы размножались колониями, которые легко было подсчитать в неглубоких ячейках. Так, например, смогли установить, что если в ячейку, где находилась нормальная кровь, добавить приблизительно 100 стафилококков, лейкоциты убивают в среднем 98 из них. Таким образом, в каждой ячейке развивалось только две колонии. Флеминг нашёл, что это приспособление изумительно подходит для всестороннего изучения действия антисептиков на лейкоциты. Он смешал кровь с растворами исследуемых антисептиков разной концентрации и нанёс эти жидкости на слайдекалл. Он увидел, что чем выше концентрация антисептика, тем больше развивается колония микробов. При высокой концентрации антисептик убивал все лейкоциты, то есть всех защитников, в то время как все стафилококки процветали. В каждой секции теперь насчитывалось 100 колоний вместо двух полученных в опытах без антисептиков. Флеминг из этого заключил. Проведённые опыты доказывают, что ни один из обычно применяемых антисептиков не может быть введён в ток крови с целью уничтожения бактерий при септицемии. Этим наглядным и простым опытом Флеминг неопровержимо доказал, что употреблявшиеся в то время антисептики уничтожали лейкоциты при гораздо более слабых концентрациях, чем те, при которых они могли бы обезвредить микробы. В то же время, когда Флеминг и Эллисон воспользовались слайды ЦУ для изучения действия яичного белка на фагоциты, они обнаружили, что яичный белок, в отличие от химических антисептиков, не уничтожает лейкоциты, а на бактерии оказывает сильный подавляющий рост или смертельное действие. Они сделали кролику внутривенное вливание раствора яичного белка и затем измерили бактерицидные свойства крови животного. Антибактериальные свойства крови определённо усилилась. По-видеому, писал Флеминг, в тех случаях, когда общая инфекция вызвана микробом чувствительным к лизоциму, можно с успехом прибегать к внутривенному введению яичного белка. Этот вывод имел большое значение. Флеминг, победоносный противник антисептиков, стал с тех пор утверждать, что у него нет никаких предубеждений против химиотерапии, лишь бы употребляемый препарат не уничтожал естественные защитные факторы крови. Но для того, чтобы внутривенные вливания не причиняли вреда, следовало выделить лизоцим из яичного белка. Как мы уже видели, Флеминг с Эллисоном тщетно пытались добыть чистый лизоцим. В 1926 году молодой доктор Ридли занялся научно-исследовательской работой в лаборатории Райта. Ридли не был профессиональным химиком, но знал химию гораздо лучше остальных. Флеминг попросил его выделить лизоцим. Тот попытался, но безуспешно. Флеминг был этим очень огорчен. Как жаль, сказал он Ридли, ведь если бы мы получили это вещество в чистом виде, возможно, мы смогли бы поддерживать в организме такую концентрацию лизоцима, при которой погибали бы некоторые бактерии. В дальнейшем, как мы увидим, одному биохимику удалось очистить лизоцим и получить его в кристаллическом виде. Флеминг был упорным человеком. Он продолжал изучать действия других препаратов на бактерицидные свойства крови ин витро. Он, например, решил изучить действие солевого раствора и выяснил, что если концентрация раствора была выше или ниже, чем в организме, фагоцитоз понижался. Каково же будет действие ин виво? Чтобы это выяснить, он сделал кролику внутривенное вливание гипертонического солевого раствора. В первый раз он ввел слишком насыщенный раствор. У кролика начались судороги и он в течение нескольких секунд казалось был в агонии. Через две минуты животному удалось оправиться от шока. Флеминг исследовал его кровь и выяснил, что вначале, все время, пока концентрация соли в крови кролика была выше нормы, раствор действовал так, как при опыте ин витро, ослабляя бактерицидные свойства крови. Но через два часа, когда концентрация соли упала до нормы, Флеминг к большому своему удивлению обнаружил, что бактерицидность крови повысилась и не уменьшалась в течение нескольких часов. Найдя в своих опытах такую концентрацию солевого раствора, которая лишь незначительно превышала нормальную и не причиняла вреда животному, Флеминг испробовал гипертонический раствор на одном из больных. Внутривенное вливание привело к повышению бактерицидности крови, не вызвав никаких осложнений. Он повторял опыт еще на нескольких больных, когда ему разрешали это сделать его коллеги-клиницисты. Обычно ему доверяли только безнадежных, да и то очень редко. Один или два врача повторили его эксперименты, получили положительные результаты, но на этом и остановились. Флеминг очень ценил свое небольшое открытие и всегда сожалел, что им пренебрегали. Он не понимал, почему не воспользовались совершенно безвредным и, по всей видимости, более действенным способом лечения, чем вакцинотерапия. Шестая работа Флеминга о лизоциме была написана в 1927 году. В ней говорится об одном важном явлении. При выделении микробов, не поддававшихся действию лизоцима, Флеминг получил штаммы желтого кока и фекального стрептокока в 80 раз более устойчивые, чем они были первоначально. Возросла ли устойчивость этих микробов не только к лизоциму, но также и к бактерицидному действию крови? Опыты дали положительный ответ. Почему же? Как мы видели, Флеминг нашел лизоцим в фагоцитах. Раз увеличение сопротивляемости лизоциму сопровождается увеличением сопротивляемости фагоцитозу, значит действие фагоцитов объясняется отчасти, как он и думал, наличием в них лизоцима. В этой работе, как и в своем первом сообщении, Флеминг поставил ряд вопросов. Патогенные микроорганизмы опасны враги человека потому, что они побеждают его защитные силы. Не был ли лизоцим в доисторические времена могучим оружием, которым природа снабдила первобытного человека для защиты против всех микробов? Не являются ли патогенные микроорганизмы потомками микробов, которые, сопротивляясь лизоциму, становились все более устойчивыми и в конце концов приобрели способность побеждать защитные силы организма? А если это так, нельзя ли путем отбора превратить непатогенный микроб в вирулентный? Такова была тема шестой работы Флеминга. «Почему же все эти прекрасные работы, открывавшие широкие новые перспективы, вызвали так мало интереса у английских ученых? Было ли это связано с тем, что Райт сходил с арены и противники его школы с недоверием относились к работам его лаборатории? Флеминг честно заявил, что сам виноват в своей неудаче. Ему следовало познакомить с лизоцимом не врачей официальной албы. И все же равнодушие медиков к его работе, которую он при всей своей скромности считал значительной, сделало его еще более замкнутым и молчаливым. На это равнодушие придало ему силы. В своих выводах он никогда не прислушивался к чужому мнению, ничто не способно было его охладить, никогда не оставлял он исследований, которым посвятил всю свою жизнь поисков такого вещества, которое, убивая микробы, не ослабляло бы действие фагоцитов. Вместе со своим учителем он искал его в вакцинах. Он надеялся, что нашел его в лизоциме. Это вещество, будучи антисептиком, присущим самому организму, примирило бы физиологическую и антисептическую школы. Флеминг был упорным ученым, уверенным в доказанных им фактах, и он твердо продолжал надеяться, что его лизоцим в будущем сыграет большую роль. Он не ошибся. Лизоцим и сейчас продолжает оставаться предметом многочисленных исследований. У бактериологов он вызывает интерес своим свойством растворять муцин, покрывающий микробы. У промышленников тем, что он предохраняет продукты питания от гниения, русские прибегают к нему для консервирования икры. У врачей тем, что добавленный в коровье молоко воспроизводит состав женского молока. Кроме того, лизоцим применяет при глазных и кишечных заболеваниях. Человечество получило это оружие потому, что однажды внимательный наблюдатель перед тем, как выбросить зараженную культуру, тщательно обследовал ее и сказал «это интересно». Открытие, встреченное в 1921 году в Лондоне ледяным молчанием в последующие 30 лет послужило предметом для двух с лишним тысяч сообщений. «Настанет день, и мы еще услышим о лизоциме», твердил Александр Флеминг. Все сотрудники лаборатории, не входившие в кланы, высоко ценили своего молчаливого коллегу. Ирландец Мартли, обаятельный бородач, человек врожденного благородства, говорил в 1927 году Прайсу «Флеминг умнее всех. Если бы опыты с лизоцимом и многие другие проделал старик, сколько было бы шума». В 1930 году на первом международном конгрессе микробиологов председательствовал бельгийский ученый Жюль Борде, ученик Пастера. Открывая конгресс, он выразил свои речи восхищения работами Флеминга над лизоцимом. Флеминг этого не ожидал. Это принесло ему большую радость. Плесневый бульон Бог позаботился, чтобы эта страна оставалась неизвестной, пока народ ее не будет готов. Тогда он избрал меня своим посланником, и я нашел эту страну, и она стала общим достоянием. Редьярд Киплинг Большинство крупных научных открытий сделано в результате продуманных опытов, но отчасти благодаря везению. Пастеру, человеку на редкость волевому, который добивался истины при помощи логических рассуждений и опытов, иногда помогала и судьба. Он взялся за решение случайных частных проблем, и они привели его к обобщениям. Если бы его не назначили профессором в Лиль, если бы местные винокуры и пивовары не обратились к нему за советом, возможно, он и не заинтересовался бы процессом брожения. Но он был гением и сделал бы другое открытие. Флеминг издавна искал такое вещество, которое уничтожало бы патогенные микробы, не вредя клеткам больного. Это магическое вещество случайно залетело на его рабочий стол, но он бы не обратил внимания на незнакомого посетителя, если бы не ждал его 15 лет. Снова, как в начале своей научной деятельности, он составил опись имевшихся в распоряжении медиков средств борьбы против инфекций. Они были недостаточными, но он не отчаивался. Теперь, писал он, видимо, едва ли удастся найти антисептик, который убивал бы все бактерии в кровеносном русле, но остается некоторая надежда создать такие химические вещества, которые будут избирательно действовать на определенные бактерии и убивать их в крови, оставляя интактными другие патогенные микробы. Он изучал новый антисептик меркурохром, убивавший стрептококи, но опять же при концентрации, которую не мог вынести человеческий организм. «Не попробуют ли вводить в кровь этот препарат в более слабых дозах?» размышлял Флеминг. «Может быть, тогда удастся найти концентрацию, при которой не будут уничтожаться ни клетки человеческого организма, ни стрептококи, но эти последние станут менее стойкими и более чувствительными к действию фагоцитов». В маленькой лаборатории Флеминга было все так же тесно и темно. Повсюду стояли культуры, но Флеминг, несмотря на внешний беспорядок, моментально находил ту, которая была ему нужна. Дверь его лаборатории почти всегда была открыта, если кому-нибудь из молодых исследователей необходим был тот или иной микроб или какой-нибудь инструмент, его просьба немедленно удовлетворялась. Флеминг, не вставая, протягивал руку, брал требуемую культуру, отдавал ее и тут же, обычно не говоря ни слова, вновь принимался за работу. Когда в комнатушке становилось душно, он открывал окно, выходившее на Прэд-стрит. В 1928 году Флеминг согласился написать статью о стафилококках для большого сборника, выпускаемого Медицинским научно-исследовательским советом. Незадолго до этого коллега Флеминга Мелвин Прайс, ныне профессор Прайс, работая с ним, изучал инвалюционные формы мутации этих микробов. Флеминг любил подчеркнуть заслуги начинающих ученых и хотел в своей статье назвать имя Прайса, но тот, не закончив своих исследований, ушел из отделения Райта. Как добросовестный ученый, он не желал сообщать полученные результаты до того, как проверит их еще раз, а на новой службе он не имел возможности сделать это быстро. Флемингу пришлось поэтому повторить работу Прайса и заняться исследованием многочисленных колоний стафилокопков. Для наблюдения под микроскопом этих колоний, которые культивировались на агаре в чашках Петри, приходилось снимать крышки и довольно долго держать их открытыми, что было связано с опасностью загрязнения. Прайс навестил Флеминга в его лаборатории. Он застал его, как всегда, окруженного многочисленными чашками. Осторожный шотландец не любил расставаться со своими культурами, пока не убедится, что они не дадут ему ничего нового. Его часто высмеивали за беспорядок в лаборатории, но Флеминг доказал, что беспорядок может быть плодотворным, он ворчливо шутливом тоне упрекнул Прайса за то, что вынужден из-за него вновь проделывать трудоемкую работу, и, разговаривая, снял крышки с нескольких старых культур. Многие из них оказались испорчены плесенью. Вполне обычное явление. Как только вы открываете чашку с культурой, вас ждут неприятности, говорил Флеминг. Обязательно что-нибудь попадет из воздуха. Вдруг он замолк, и, рассматривая, что-то сказал безразличным тоном. Это очень странно. На этом агаре, как и на многих других, выросла плесень, но здесь колонии стафилококков вокруг плесени растворились, и вместо желтой мутной массы виднелись капли, напоминавшие росу. Прайс не раз наблюдал старые колонии микробов, растворившиеся по той или иной причине. Он решил, что плесень несомненно выделяла какие-то смертоносные для стафилококков кислоты. Опять-таки обычное явление. Но, видя с каким живым интересом, Флеминг отнесся к этому явлению, Прайс сказал, точно так же вы открыли лизоцим. Флеминг ничего не ответил. Он снял платиновые петли немного плесени и положил ее в пробирку с бульоном. Из разросшейся в бульоне культуры он взял кусочек площади примерно в квадратный миллиметр. Он явно хотел сделать все, чтобы сохранить штамм этой таинственной плесени. «Меня поразило», рассказывает Прайс, «что он не ограничился наблюдениями, а тот же принялся действовать. Многие, обнаружив какое-нибудь явление, чувствуют, что оно может быть значительным, но лишь удивляются и вскоре забывают о нем. Флеминг был не таков. Помню другой случай, когда я еще работал с ним. Мне никак не удавалось получить одну культуру, а он уговаривал меня, что надо извлекать пользу из неудач и ошибок. Это характерно для его отношения к жизни. Флеминг отставил в сторону эту чашку Петри и свято хранил ее до самой своей смерти. Он показал ее другому коллеге. «Посмотрите, это любопытно. Такие вещи мне нравятся. Это может оказаться интересным». Коллега исследовал чашку и, возвращая ее, сказал из вежливости, «Да, очень любопытно». На Флеминга не подействовало это равнодушие, он временно отложил работу над стафилококками и целиком посвятил себя изучению необычайной плесени. Что такое плесень? Это крошечный грибок, он бывает зеленым, коричневым, желтым или черным, и вырастает в сырых чуланах или на старой обуви. Эти растительные организмы еще меньше красных кровяных шариков и размножаются при помощи спор, которые находятся в воздухе. Когда одна из этих спор попадает в благоприятную среду, она прорастает, образует набухание, затем посылает во все стороны свои разветвления и превращается в сплошную войлочную массу. Флеминг пересадил несколько спор в чашку с агаром и оставил их прорастать на 4 или 5 дней при комнатной температуре. Вскоре появилась плесень, подобная первоначальной. Флеминг засеял тот же агар разными бактериями, расположив их отдельными полосками, лучами, расходящимися от плесени. Продержав культуру какое-то время в термостате, он обнаружил, что некоторые микробы выдержали соседство грибка, в то время как рост других начинался на значительном расстоянии от плесени. Плесень оказалась губительной для стрептококков, стафилококков, дифтерийных палочек и бацилл сибирской язвы. На тифозную палочку она не действовала. Открытие становилось необычайно интересным. В отличие от лизоцима, который был эффективен в основном против безвредных микробов плесень, видимо, выделяло вещество, которое останавливало рост возбудителей некоторых самых опасных заболеваний. Значит, она могла стать могучим терапевтическим оружием. Мы обнаружили плесень, которая, может быть, принесет какую-нибудь пользу, говорил Флеминг. Он вырастил свой пенициллиум в большом сосуде с питательным бульоном. Поверхность покрылась толстой войлочной гофрированной массой. Сперва она была белой, потом стала зеленой и, наконец, почернела. Вначале бульон оставался прозрачным. Через несколько дней он приобрел очень интенсивный желтый цвет. Надо было узнать, обладает ли и эта жидкость бактерицидными свойствами плесени. Разработанный еще в 1922 году метод исследования лизоцима великолепно подходил для данного случая. На чашке с агаром Флеминг вырезал желобок и заполнил его желтой жидкостью. Затем засеял различные микробы под прямым углом к желобку полосками доходившими до краев чашки. Жидкость оказалась такой же активной, как и плесень. Разрушались те же микробы. Значит жидкость содержала то же бактерицидное или бактериостатичное вещество, которое выделяло плесень. Какова же была его сила? Флеминг испробовал действия растворов разведенных в 20, 40, 200 и 500 раз. Последний раствор все еще подавлял рост стафилококков. Таинственное вещество находившееся в золотистой жидкости обладало необычайной активностью. У Флеминга тогда не было возможности установить, что полезного вещества в бульоне приходилось не более одного грамма на тонну. Даже морская вода содержит больше золота. Теперь следовало определить вид плесени. Есть тысячи ее разновидностей. Познания Флеминга в микологии, наука о грибах, были весьма поверхностны. Он взялся за книги и выяснил, что это был пенициллиум хризогенум. В то время Латуш, молодой ирландский миколог, работал в Сент-Мерри вместе с Фрименом, изучая астму. Фримен пригласил его, так как один голландский ученый утверждал, что многие случаи астмы у людей, живущих в сырых помещениях, вызваны плесенью. Латуш был человек очень впечатлительный и не ужился в неспокойной атмосфере, господствовавшей в отделении Райта, но все же он успел убедить своих коллег в важной роли плесени. Товарищи ласково называли его старая плесень. Флеминг показал свой грибок Латушу. Тот исследовал его и решил, что это пенициллиум рубрум. Бактериолог поверил специалисту и в своем первом сообщении назвал эту плесень так, как сказал ему Латуш. Два года спустя знаменитый американский миколог Том определил, что это пенициллиум нотатум, разновидность близкая к пенициллиум хризогенум, за который Флеминг и принял эту плесень. Латуш написал очень милое письмо, где он просил прощения у Флеминга за то, что ввел его в заблуждение. Из книги Тома Флеминг узнал, что пенициллиум нотатум был впервые найден шведским фармакологом Вестлингом на сгнившем Иссопе полукустарниковое растение, содержащее эфирное масло. Пресвитрианцу Флемингу вспомнился 51-й псалом. Вы опрыскаете меня Иссопом и я очищусь. Первое упоминание о пенициллине. Опыты по изучению бактерицидного действия этой жидкости убедили Флеминга, что он столкнулся с явлением антибиоза. Простейший живой организм плесень выделял такое вещество, которое убивало другие живые организмы микробы. Мирное сосуществование этих двух видов невозможно. Мир так и устроен, что все живые существа в борьбе за существование превращаются в смертельных врагов. Каждый из них отвоевывает для себя пищу, воздух, пространство. Иногда они дополняют друг друга, один организм питается отбросами другого, и в таких случаях возможна совместная жизнь или симбиоз. Часто бывает наоборот. Присутствие одного организма губительно для другого. В 1889 году француз Вильмен впервые употребил слово антибиоз и определил его так. Когда два живых тела тесно соединяются и одно из них оказывает разрушительное действие на большую или меньшую часть другого, можно сказать, что происходит антибиоз. Развительным примером этого явления служат патогенные микробы, которые в большом количестве попадают в воду и в землю. Большинство из них, к счастью, вскоре погибает, иначе ни люди, ни животные не могли бы существовать. Что же уничтожает эти микробы? В основном солнце, но также и воздействие других микробов, безвредных или даже полезных. Уже в старых греческих рукописях свидетельствуется о том, что некоторые эпидемические заболевания заглушают другие. В своих рабочих тетрадях, находящиеся в Королевском хирургическом колледже, Листер 25 ноября 1871 года описал следующее явление. В стакане с мочой, оставленном открытым, оказалось множество бактерий, а также зернистые нити, в которых он узнал плесень. Заметив, что бактерии находились как будто бы в угнетенном состоянии, он провел ряд опытов, чтобы узнать, не превращается ли жидкость после разрастания в ней плесени в неблагоприятную среду для бактерий. Опыты не дали убедительных результатов, и он их прекратил. Но Листер отметил, что когда войлочная масса, которую он принимал за пеницилевым глаукум, покрывала поверхность мочи, микробы становились совершенно неподвижными и чахли. Он предположил, что это происходит от недостатка кислорода. Пеницилевым поглощал кислород из бульона и, закрывая поверхность, прекращал доступ воздуха к микробам. Примечание. Когда через несколько лет лорд Оэб Джонсон, президент Королевского хирургического колледжа, золотая медаль которого была только что присуждена Флемингу, передал ему записи Листера, Флеминг сказал, очень жаль, что опыты, проведенные в ноябре 1871 года, не были доведены до конца. Листер уже тогда набрел на мысли о пенициллине, но он выращивал либо неудачные плесени, либо неудачные бактерии, а возможно и то и другое. Если бы ему улыбнулась судьба, вся история медицины изменилась бы и Листер при жизни увидел бы то, что он всегда искал нетоксичный антисептик. Со времен Листера и Пастера ученые пытались убить один микроб другим. Идея была правильна, но для ее осуществления пришлось ждать дня, когда Фортуна решила, что споры плесени заразят одну из моих культур, а потом несколько лет спустя настал и другой день, когда химики занялись веществом, выделяемым этой плесенью и дали нам чистый пенициллин. Листер, несомненно, был бы счастлив, если бы такая удача выпала на его долю. Анналы Королевского хирургического колледжа, том 6 февраль 1950 год. В 1877 году Пастер и Жубер заметили, что если вместе с бациллой сибирской язвы ввести в организм животного некоторые непатогенные бактерии, то заболевания не возникает. В этом случае также имеет место антагонизм и бацилла сибирской язвы оказывается побежденной. У низших живых существ, писал Пастер, еще в большей степени, чем у высших представителей животного или растительного царства, жизнь убивает жизнь. Жидкость, зараженная организованным ферментом или аэробами, препятствует развитию другого низшего организма. И далее, отметив, что самая обычная бактерия, посеянная в моче вместе с бациллой сибирской язвы, не дает последней развиваться, Пастер добавляет факт весьма замечательный. Это же самое явление происходит в организме животных, наиболее восприимчивых к сибирской язве. Выяснилась поразительная вещь, можно вводить животному сибириазвенные бациллы в любом количестве, не вызывая заболевания. Для этого достаточно добавить обычные бактерии в суспензию сибириазвенной бациллы. Все эти факты, видимо, откроют большие терапевтические возможности. в 1897 году леонский доктор Дюшен назвал свою диссертацию, ему подсказал эту тему профессор Габриэль Ру, новое в изучении жизненной конкуренции микроорганизмов, антагонизм между плесенями и микробами. В заключении своей работы он писал, продолжив изучение фактов биологической конкуренции между плесенями и микробами, можно надеяться открыть новые факты, непосредственно применимые в терапии. Но и эти опыты не были продолжены. Итак, антибиоз был известным явлением, но в 1928 году климат в научных кругах не был благоприятен для систематической исследовательской работы над этим вопросом. И даже наоборот, все предыдущие опыты показали, что любое вещество, губительное для микробов, разрушало также и ткани человека. Казалось, это не подлежало сомнению. Раз вещество токсично для определенных живых клеток, почему же оно не будет столь же токсично для других клеток, таких же хрупких? Тот факт, что бактериальный антагонизм был известен и хорошо известен, мешал, казалось, больше, чем помогал исследованию нового вида антибиоза, писал Флеминг. Подобные явления не вызывали интереса, они не порождали никакой надежды на новую терапию. В отделении Райта, в частности, атмосфера была скорее враждебной. Патрон был убежден, что единственным способом помочь защитным силам организма оставалась иммунизация. Сам Флеминг рядом блестящих работ доказал, что все антисептики потерпели неудачу. Он нашел ранее неизвестную естественную защиту лизоцим. Он попытался увеличить концентрацию этого вещества в крови, это не удалось. Если не считать более крупных паразитов трепаносоми спирохет, магическая пуля, о которой мечтал Эрлих, оставалась по-прежнему неосуществимой мечтой. Райт имел полное право утверждать, как и в 1912 году, что химиотерапия бактериальных заболеваний человека никогда не станет возможно. Но Флемингу не свойственна была предвзятость, и он увидел в непонятном действии своего бульона с плесенью луч надежды. Кто знает, а вдруг это и есть то вещество, которое он искал всю свою жизнь. И как ни был далек и слаб этот огонек, он решил постараться дойти до него. Ради этой работы он прекратил все свои остальные исследования. И вот, что он совершил. Пенициллин. Судьба одаривает только подготовленные умы. Пастер. И все-таки споры не поднялись на агаре, чтобы сказать мне «Знаете, мы выделяем антибиотик». Флеминг. Таинственная плесень, занесенная с Прэд-стрит, вырабатывала вещество, останавливавшее развитие некоторых патогенных микробов. Прежде всего, надо было выяснить, обладают ли другие плесени тем же свойством. Друзья Флеминга помнят, как у него в тот период при виде предмета, покрывшегося плесенью, в глазах разгоралось любопытство. Помнят, как он всех одолевал просьбами дать ему какую-нибудь старую позеленевшую обувь. Скульптор Дженнингс, член клуба Челси, вспоминает, как однажды Флеминг вдруг сказал окружавшим его художникам «Друзья, если у кого-нибудь из вас есть заплесневелые туфли, мне бы очень хотелось, чтобы вы мне их подарили». Кто-то спросил, зачем они ему нужны. Для одной маней лабораторной работы. Опыты показали, что ни одна другая из исследованных Флемингом плесеней не выделяла антибактериального вещества. Значит, его пенициллиум все больше заслуживал внимания. Для продолжения исследований Флемингу требовалось большое количество плесневого бульона. С некоторых пор с ним работал молодой ассистент Стюарт Краддок. Флеминг просил его помочь в работе над меркорохромом и выяснить, нельзя ли, вводя этот препарат маленькими дозами, не убивать, а лишь угнетать микробы и таким образом облегчать работу фагоцитом. «Флеминг мне сто раз повторял, что единственным истинным антисептиком будет такой, который приостановит размножение микробов, не разрушая ткани», рассказывает Краддок. «В тот день, когда будет найдено такое вещество», добавлял он, «совершенно преобразятся методы лечения инфекции». Это было лейтмотивом всей его жизни исследователя. Вскоре Флеминг потребовал, чтобы Краддок немедленно прекратил исследование над меркурохромом и занялся производством плесневого бульона. Сначала они выращивали пенициллиум на мясном бульоне при температуре 37 градусов. Но миколог Латуш сказал, что самое благоприятное для пенициллиума температура 20 градусов. В помещение, где работал Краддок, поставили большой черный термостат. Краддок делал посевы спор плесени в плоские бутыли, которые служили для приготовления вакцины, и на неделю ставил их в термостат. Таким образом, он ежедневно получал от 200 до 300 кубических сантиметров бульона с таинственным веществом. Этот бульон он пропускал через фильтр Зайца при помощи велосипедного насоса. Словом, пользовался совершенно кустарным методом. Флеминг изучал культуру, выясняя, на какой день роста, при какой температуре и на какой питательной среде он получит наибольший эффект от действующего начала. Аппаратура, усовершенствованная им во времена работы над лизоцимом, давала возможность измерить активность и концентрацию культур. Он заметил, что если хранить бульон при температуре лаборатории, его бактерицидные свойства быстро исчезало. Значит, чудесное вещество было очень нестойким. Он обнаружил, что оно становилось более стойким, если щелочную реакцию бульона приблизить к нейтральной. Наконец, Флемингу удалось подвергнуть свой бульон испытанию, которое не мог выдержать ни один антисептик, а именно определению токсичности. К его великой радости, которую он, впрочем, не высказал, оказалось, что этот фильтрат, обладающий огромной антибактериальной силой, для животных, видимо, очень мало токсичен. Внутривенное введение кролику 25 кубических сантиметров этого вещества оказывало не более токсическое действие, чем введение такого же количества бульона. Полкубического сантиметра бульона, введенного в брюшную полость мыши весом 20 граммов не вызвали никаких симптомов интоксикации. Постоянное орошение больших участков кожи человека не сопровождалось симптомами отравления, и ежечасное орошение конъюнктива глаза в течение всего дня даже не вызвало раздражения. Инвитро, это вещество, разведенное в 600 раз, задерживает рост стафилококков, но не нарушает функции лейкоцитов, так же, как и обычный бульон. Все это становилось в высшей степени интересным. Наконец-то перед ним был антисептик, о котором он мечтал, рассказывает крадок. Он нашел вещество, которое даже в разведенном виде оказывало бактерицидное, бактериостатическое и бактериолитическое действие, не причиняя вреда организму. Как раз в это время крадок страдал синуситом, воспалением придаточных пазух носа, Флеминг промыл ему носовую пазуху пенициллиновым бульоном. В его лабораторных записях помечено 9 января 1929 года антисептическое действие фильтрата на придаточные пазухи крадока. Первое. Посев износа на агар. 100 стафилококков, окруженных мириадами палочек Пфейфера. В правую придаточную пазуху введен кубический сантиметр фильтрата. Второе. Посев через 3 часа. Одна колонна стафилококков и несколько колоний палочек Пфейфера. Мазки столько же бактерий, сколько и раньше, но почти все они фагоцитированы. И так, даже сильно разведенное это вещество убивало почти все стафилококки. То, что оно не оказывало действий на палочке Пфейфера, Флеминга не удивило, ведь они были из тех микробов, которые при первых же опытах проявили устойчивость. Первая скромная попытка лечения человека неочищенным пенициллином дала неплохие результаты. Крадок попробовал также выращивать пенициллин на молоке. Через неделю молоко скисало и плесень превращало его в нечто вроде стильтона. Сыр того же типа, что и Рокфор. Это сравнение наверное не понравится ни сыроварам Рокфора, ни стильтона. Этот сыр был съеден крадоком и еще одним больным без дурных и без хороших последствий. Флеминг попросил разрешения у коллег по больнице испробовать свой фильтрат на больных с инфицированными ранами. Первое человеческое существо после крадока, кого Флеминг лечил своим бульоном, была женщина. Она поскользнулась, выходя с вокзала Пагдингтон и попала под автобус. Ее привезли в Сент-Мэри с ужасной раной на ноге. Ей ампутировали ногу, но начался сепсис и больной ожидала смерть. Флеминг, которому обратились за консультацией, нашел, что она безнадежна, но тут же сказал, у меня в лаборатории произошло одно любопытное явление, у меня есть культура стафилококков, которых поглотила плесень. Он намочил повязку в плесневом бульоне и наложил ее на ампутированную поверхность. Он не возлагал на эту попытку серьезных надежд, концентрация была слишком слабой, а болезнь уже распространилась по всему организму. Он ничего не добился. Но Флеминг по-прежнему был убежден, что сделал очень важное открытие. Сэр Александр Маккол рассказывает «Как-то в 1928 году Алик и миссис Флеминг приехали к нам на воскресенье. Войдя в дом, Флеминг достал из кармана стеклянную пластинку, показал ее моей жене и сказал «С этой пластинки сойдут вещества, которые заинтересуют весь мир». Моя жена, чтобы подразнить его, ответила «Но это же просто грязное стекло». Примерно тогда же Флеминг решил, что вещество, выделяемое плесенью в бульон, заслужило название. Он окрестил его пенициллином. «Это слово совершенно правомерно образовано», объяснял он позже, «от пенициллиум как дигиталин от дигитали». Не выделив антибактериальное действующее начало, он продолжал называть пенициллином неочищенный фильтрат. Но, судя по всему, что он говорил, и по его сообщениям, нет сомнения, что его интересовало именно антибактериальное вещество, содержащееся в фильтрате. Теперь он мечтал экстрагировать это действующее начало. Следует напомнить, что сам он не был химиком, и в отделении Райта не было ни химика, ни биохимика. Райт как-то изрек такой афоризм. Биохимики не настолько гуманисты, чтобы быть желанными коллегами. Правда, не существовало никаких причин, которые мешали бы биохимику быть замечательным гуманистом. Тем не менее, химия не имела своего представителя в лаборатории, если не считать молодого доктора Фредерика Ридли, который, хотя и не получил химического образования, все же проявил довольно большие знания в этой области. К нему-то, убедившись в его осведомленности, и обратился Флеминг в 1926 году с просьбой выделить чистый лизоцим. И теперь опять Флеминг попросил Ридли попытаться вместе с Краддеком экстрагировать антибактериальное действующее начало. Нам всем было ясно, рассказывает Краддек, что пока пенициллин смешан с бульоном, он не может быть использован для инъекций, его надо было очистить от чужеродного белка. Повторное введение чужеродного белка могло вызвать анофилоксию. Прежде чем начать серьезные испытания пенициллина в клинике, необходимо было его экстрагировать и концентрировать. Я всегда считал, продолжает Краддек, что нужно экстрагировать и очистить пенициллин, чтобы употреблять его для инъекций. Поручая мне работу над меркурохромом, Флеминг сказал, что если он не будет токсичен, его можно будет когда-нибудь применять для внутривенных вливаний. Я уверен, что и в отношении пенициллина у него были такие же намерения при условии, что мы смогли бы добыть из бульона чистое и стойкое вещество. И вот два молодых ученых, Ридли и Краддок, недавно закончившие медицинское училище, пустились в это трудное предприятие отыскать решение химической задачи, которая оказалась невероятно сложной. Поразительно, что они, сами того не подозревая, чуть бы не добились успеха. Ридли обладал основательными знаниями в области химии и был в курсе последних достижений, рассказывает Краддок. Но с методикой экстрагирования нам приходилось знакомиться по книгам. Мы прочитали описание обычного способа в качестве растворителей употребляется ацетон, эфир или спирт. Выпаривать бульон надо было при довольно низкой температуре, потому что, как мы уже знали, тепло разрушало наше вещество. Значит, процесс придется вести в вакууме. Когда мы приступили к этой работе, мы почти ничего не знали, к концу мы стали чуть более сведущими. Мы занимались самообразованием. Они работали в узком коридорчике, где была раковина и где прежде до того, как лаборатория переехала в это здание, мыли, наполняли грелки, держали сосуды с мочой. Молодые ученые устроились в этом закоулке, потому что здесь был водопровод и вакуум-насос. Они сами собрали аппаратуру из имевшегося в лаборатории оборудования. Они выпаривали бульон в вакууме, так как при нагревании пенициллин разлагался. После выпаривания на дне бутыли оставалась сиропообразная коричневая масса, содержание пенициллина в которой было примерно в 10 раз выше, чем в бульоне. Но эту расплавленную карамель нельзя было применять. Их задача состояла в том, чтобы добыть чистый пенициллин в кристаллическом виде. Вначале мы были полны оптимизма, говорит Крадок, но проходили недели, а у нас получалась вся та же вязкая масса, которая, помимо всего, была нестойкой. Концентрат сохранял свои свойства только в течение недели. Через две недели он окончательно терял активность. Позднее, когда в результате замечательных работ Чайна был получен чистый пенициллин, Крадок и Ридли поняли, что были очень близки к решению задач. Тогда же, естественно, мы не могли знать, что нам оставалось преодолеть последние препятствия. Ведь у нас было столько разочарований. Казалось, он уже в наших руках. Мы ставили его в холодильник, а через неделю он разлагался. Если бы в тот момент появился опытный химик, мне кажется, он помог бы нам преодолеть это последнее препятствие. И мы бы опубликовали сообщение о нашей работе. Но специалист так и не явился. Таким образом, попытки добыть чистый пенициллин прекратились. Молодые исследователи отказались от дальнейшей работы над пенициллином еще и по личным причинам. Крадок женился и поступил в лабораторию Велком, где получал более высокое жалование. Ригли болел фарункулезом, он тщетно пытался вылечиться вакцинами и отчаялся. Он перестал заниматься пенициллином и отправился в плавание, которое, как он надеялся, вылечит его. Самое забавное, что если бы он получил чистый пенициллин, он избавился бы от фарункулеза. Вернувшись, он посвятил себя офтальмологии и в дальнейшем работал в этой области. По правде говоря, совершенно естественно, что Ридли и Крадок сложили оружие и не стали продолжать свои исследования. Они не были химиками и с огромным трудом в течение многих недель добывали партию пенициллина, который тут же разлагался. Это было очень непрактично и лечение пенициллином больного, даже если бы оно стало возможным, стоило бы целое состояние. Флеминг не принимал активного участия в работе Крадока и Ридли. «Я бактериолог», говорил он, «а не химик». Он поручил этим двум химикам-любителям добыть чистый пенициллин, а сам полной надежды ждал результатов. За это время он подготовил сообщение о пенициллине и прочитал его 13 февраля 1929 года в Медицинском научно-исследовательском клубе. Сэр Генри Делл, который там присутствовал, помнит реакцию слушателей. Она была примерно такой же, как на сообщении о лизоцинке. «О да», говорили мы, «прекрасные наблюдения, совершенно в духе Флема». Правда, Флеминг вообще не умел подать свои работы. Он был очень застенчив и крайне скромно рассказал о своем открытии. Он говорил как-то неохотно, пожимал плечами, словно стремился преуменьшить значение того, о чем сообщал. Все же его замечательные тонкие наблюдения произвели огромное впечатление. Возможно, это было так, но аудитория никак не выразила своих впечатлений и вела себя удивительно высокомерно, чуть ли не враждебно. Обычно, когда члены клуба находят сообщения заслуживающим внимания, они задают вопросы, и чем больше вопросов, чем больше интерес это вызвало. Докладчик за кафедрой ждет вопросов, и если их нет, он переживает минуты. Флеминг испытал такое же тяжелое чувство в день сообщения о пенициллине, как некогда, когда он докладывал о лизоциме. Ни одного вопроса, в то время как следующее сообщение о природе неудач при вакцинации вызвало длительное обсуждение. Флеминг был убежден, что сделал открытие первостепенной важности, его поразил этот ледяной прием. В 1952 году, когда он был уже в зените славы, Флеминг все еще вспоминал об этой ужасной минуте. Но тогда, в 1929 году, он никак не проявил своего разочарования, он знал себе цену, это придавало ему сил и позволяло оставаться внешне невозмутимым. После этого он написал для научного журнала «Экспериментальная патология» статью о пенициллине. Его первая работа на эту тему – шедевр по своей ясности, сжатости и точности. На нескольких страницах он излагает все факты, отдает должное старанием Ридли выделить чистое вещество, доказывает, что раз пенициллин растворяется в абсолютном спирте, значит, это не фермент и не белок. Он утверждает, что это вещество можно безопасно вводить в кровь, что оно эффективнее любого другого антисептика и могло бы быть использовано для лечения инфицированных участков, что он сейчас изучает его действия при гнойных инфекциях. В заключении он повторяет основные положения, и в частности, первое, определенный вид пенициллиума вырабатывает на питательной среде мощное антибактериальное вещество. Пенициллин в огромных дозах не токсичен для животных и не вызывает у них явления раздражения. Восьмое, в качестве эффективного антисептика предлагается применять его как наружное средство или для обкалывания участка инфицированного микробами, чувствительными к пенициллину. Это заключение вызвало первую и, пожалуй, единственную размолвку между Флемингом и его антисептики Райт, прежде чем дать разрешение напечатать статью, прочел ее это разрешение на выпуск в свет было принято в отделении и потребовал изъятия восьмого параграфа. Ведь Райт неоднократно утверждал, что действенны только естественные защитные силы организма и вакцины. И разве они с Флемингом не установили, что антисептики это враги? Но Флеминг, осторожный Флеминг, взвешивавший каждое слово, прежде чем его произнести, Флеминг, который наивысшей похвалой бактериологу считал слова, сказанные им позже о Жюле Борде, в те времена излагались чудесные теории на часто бессолидные научные основы, Борде, тогда еще молодой ученый, стал работать не над изобретением новых теорий, а над накоплением фактов, тот самый Флеминг упорно держался за свои наблюдения. И восьмой параграф остался в статье, которая появилась в июне 1929 года. В ожидании, когда врачи и хирурги больницы дадут ему возможность испытать свой пенициллин на больных, результаты этих опытов он напечатал в 1931-1932 годах, Флеминг закончил свою работу над стафилококками. Несколько позже он вернулся к этой теме в связи с Бандебергской катастрофой. В Австралии в 1929 году в Бандеберге, Квинсленд, детям сделали противодифтерийную прививку, и 12 из них через 34 часа умерли. Вакцина оказалась загрязненной очень вирулентным стафилококком. Тем временем один из лучших в Англии химиков профессор Гарольд Райстрик, преподававший биохимии в Институте тропических заболеваний и гигиены, заинтересовался веществами, выделяемыми плесенями и в частности пенициллином. К нему присоединились бактериолог Ловел и молодой химик Клеттербук. Они получили штаммы от самого Флеминга и из Листеровского института. Группа Райстрика вырастила пенициллиум не на бульоне, а на синтетической среде. Клеттербук, ассистент Райстрика, исследовал фильтрат с биохимической точки зрения, Ловел с бактериологической. Райстрик выделил желтый пигмент, который окрашивал жидкость и доказал, что этот пигмент не содержит антибактериального вещества. Целью, естественно, было выделить само вещество. Райстрик добился получения пенициллина, растворенного в эфире. Он надеялся, что выпарив эфир, получит чистый пенициллин. Но во время этой операции нестойкий пенициллин, как всегда, исчезал. Активность же самого фильтрата с каждой неделей становилась все меньшей, и в конце концов он полностью потерял свою силу. Успех каждой научной работы зависит и от человеческих судеб. Райстрик хотел продолжать исследование пенициллина, но во время несчастного случая погиб миколог группы. Клеттербук тоже умер, совсем еще молодым. Потом бактериолог Ловелл перешел из института в Королевский ветеринарный колледж. Но я ушел только в октябре 1933 года, пишет Ловелл, а моя работа над пенициллином была приостановлена не знаю точно почему гораздо раньше. Я собирался испробовать пенициллин на зараженных пневмококами мышах, вводя его непосредственно в брюшную полость. Убедившись в поразительном действии вещества на пневмококе ин витро, я хотел проверить, не будет ли оно так же активно ин виво. Некоторые работы Дюбо вдохновляли меня, но все это осталось лишь в проекте, и работа эта так и не была осуществлена. Во время всех этих исследований продолжает профессор Ловел, Флеминг интересовался тем, что мы делаем, и насколько мог, помогал нам. Я несколько раз звонил ему по поводу трудностей, которые у нас возникали в связи с летучестью пенициллиума. Флеминг всегда охотно делился с нами опытом. В частности, он сообщил нам состав питательной среды, которой он пользовался. Он сказал мне, что добавляет какой-то солод, который достал в аптеке Сент-Мэри. Я понял, что он работал над этим вопросом скорее как художник, чем как химик. Ему не важен был состав продукта, его интересовало только то, что он дает положительные результаты. Флеминг предложил заказать этот солод в аптеке и прислать его мне. Мы доказали, что плесень можно культивировать на синтетической среде и длительное время сохранять в среде с кислой реакцией, и, наконец, что пенициллин можно извлечь из фильтрата, экстрагируя его эфиром. Вот в чем была, как мне кажется, наша основная заслуга. Очень горько, что клеттербук умер так рано. Он, по всей вероятности, обнаружил бы, что если повторно пользоваться щелочным PH, исчезнувший как будто бы пенициллин снова появляется, что открыла позже другая группа ученых, более настойчивая и более удачливая. В самом деле, надо признать, что Райстрик и его помощники проделали полезную работу и в правильном направлении. Неудивительно, что они, как до них крадок и ридли, пришли в отчаяние от неустойчивости вещества. Мы убедились, говорил Райстрик, что эффективность пенициллина падала как в щелочной среде, так и в кислой и исчезала при экстракции эфиром. С подобным явлением еще не сталкивался ни один химик. Эти трудности заставили нас отказаться от дальнейших опытов и перейти к другой работе. Те, кто осуждает ученых за то, что они прекратили поиски, забывают, что такие случаи происходят очень часто и объясняются либо неутешительными результатами, либо стечением неожиданных обстоятельств. В работе над пенициллином сыграло роль и то, и другое. Вещество было исключительно нестойким. Кроме того, дважды коллективы ученых, способных добиться успеха, были разрушены смертью и болезнью. В научной работе от удачи или неудачи многое зависит. Тот, кого судьба заставляет остановиться на пороге открытия, сможет отнестись к этому хладнокровно, только если знает, что сделал все, что было в его человеческих силах. Так было и с Райстриком и Ловелом. Я очень счастлив, пишет Ловел, что внес свой вклад, как бы мал он ни был, в создание пенициллина и в то благое дело, какое он совершил. Ученый получает удовлетворение от сознания, что трудился ради общего блага, не из тщеславия или зависти. Ни одно исследование никогда не бывает до конца завершено. Самое большое достоинство хорошо выполненной работы в том, что она открывает путь другой, еще лучшей работе и тем самым приближает закат своей славы. Цель научно-исследовательской работы продвижение не ученого, а науки. Флеминг продолжал в больнице свои опыты по местному применению пенициллина. Результаты были довольно благоприятными, но отнюдь не чудодейственными, так как в нужный момент пенициллин терял свою активность. Я был убежден, писал Флеминг, что для широкого применения пенициллина необходимо его получить в концентрированном виде. В 1931 году выступая в Королевской забаврачебной клинике, он снова подтвердил свою веру в это вещество. В 1932 году в журнале «Патология и бактериология» Флеминг опубликовал результаты своих опытов лечения пенициллином инфицированных ран. Его чрезвычайно расстроила неудача химиков. Он не представлял себе, как трудно экстрагировать вещество, и поэтому был убежден, что после работ Райстрика наконец можно будет применять вещество в чистом виде. Все последующие годы Флеминг сохранял тайную нежность к своему детищу. По рассказам многих очевидцев, Флеминг, несмотря на свою замкнутость, часто говорил о пенициллине и не терял надежды увидеть его очищенным. Комптон, занимавший долгое время пост директора лаборатории Министерства здравоохранения в Египте, рассказывает, что летом 1933 года он побывал у Флеминга. Тот вручил ему флакон фильтрата пенициллиума нотатума с просьбой испытать это вещество на больных в Александрии. Но в те времена Комптон возлагал большие надежды на другое бактерицидное начало, которое ему казалось он открыл. Флакон так и простоял без употребления где-то в углу Александрийской лаборатории. Судьба неблагоприятствовала Флемингу. Доктор Роджерс работающий сейчас в Бирмингеме будучи студентом Сент-Мэри в 1932 или 1933 году заболел пневмококковым конъюнктивитом как раз накануне соревнований по стрельбе между лондонскими больницами в которых должен был принимать участие. «Субботу вы будете здоровы», сказал Флеминг вводя ему в глаза какую-то желтую жидкость и заверив что она во всяком случае не причинит никакого вреда. Ко дню соревнований Роджерс в самом деле выздоровел. Но действительно ли его вылечил пенициллин? Он этого так и не узнал. Своему соседу подачи лорду Айвегу разводившему коров для которого борьба с маститом болезни вызванные с трептококком была серьезной проблемой Флеминг рассказал о грибке о задерживающем развитии некоторых микробов. Кто знает может быть настанет день когда вы сможете прибавлять это вещество в корм скоту и избавитесь от мастита которая причиняет вам столько хлопот. В 1934 году Флеминг привлек к работе по изготовлению антоксилов биохимика доктора Холта. Флеминг показал ему опыты ставшей теперь классическими действия пенициллина на смесь крови и микробов. В отличие от известных тогда антисептиков пенициллин убивал микробы а лейкоциты оставались невредимыми. Он великолепно сознавал рассказывает Холт какое огромное терапевтическое значение имеет пенициллин и страстно мечтал чтобы его получили в чистом виде потому что как он утверждал это единственное вещество способное убивать такие действительно устойчивые микробы как стафилококи не действуя губительно на белые кровяные шарики. Холта поразили эффектные опыты и он обещал сделать попытку выделить чистый пенициллин. Он дошел до того же до чего дошел райстрик и оказался в тупике. Ему удалось перевести пенициллин в раствор ацетата где это нестойкое вещество вдруг исчезало. После ряда неудач он отказался от дальнейших попыток. И опять в который уже раз надежды Флеминга рухнули. Однако рассказывает Холт всем кто тогда работал с ним в лаборатории он твердил сотни раз что терапевтическое значение пенициллина бесспорно. Он надеялся что когда нибудь появится человек который разрешит эту химическую задачу и тогда можно будет провести клинические испытания пенициллина. 20 декабря 1935 года в дневнике Флеминга куда он переписывал иногда выдержки из статей которым придавал важное значение записано несколько фраз из речи Листера должен признаться что как бы высоко я не ценил все оказанные мне почести я считаю все существующие в мире награды ничтожными по сравнению с надеждой что в какой-то степени мог послужить тому чтобы уменьшить человеческие страдания таковы были тайные чаяния Флеминга настал день когда они осуществились превзойдя все его ожидания новая магическая пуля сульфамиды химик дает жизнь медикаменту но врач поддерживает его первые шаги фурно благодаря лорду Бивербруку лорду Айвегу и некоторым другим больница Сент-Мэри расширилась в 1931 году герцогиня Йоркская впоследствии ставшая королевой Англии а теперь королева-мать заложила первый камень новой медицинской школы в 1933 году король Георг V торжественно открыл научно-исследовательский институт патологии и медицинскую школу в новом помещении было просторно имелись конференц-зал и настоящая библиотека но многие грустили о том счастливом времени когда работали в тесноте именно та пора и была у них самой плодотворной знаменитые чаепития теперь происходили в большой библиотеке но в них уже не было прежнего очарования чаепитий в тесной комнатушке бактериологического отделения впрочем там на книжных полках почти не было книг если хочешь читать книги ворчал Райт надо их написать конечно он говорил это ради красного словца он сам больше чем кто-либо читал произведения классиков в новой лаборатории Флеминг мгновенно создал такой же организованный беспорядок здесь накапливались веревки резинки пустые коробки из-под сигарет он приходил в ужас если замечал что кто-то прибирал у него на столе все необходимые ему инструменты все колбы и пробирки должны были находиться под рукой вытереть пыль и навести некоторый порядок мне удавалось только во время его отпуска или когда он выезжал рассказывает один из его лаборантов пользуясь его отсутствием мы отваживались хоть немного расчистить лабораторию и знали что вернувшись он обязательно спросит кто все переставил он без конца твердил спрячьте это может пригодиться сбылась мечта декана Уилсона и Флеминга теперь спорт был в части Сент-Мэри после 1930 года в больнице появилось пять команд регбистов которые отличились завоевав несколько раз межбольничный кубок четверо игроков из Сент-Мэри стали капитанами сборной Великобритании Флеминг какая бы плохая погода не была никогда не пропускал финал розыгрыша кубка регби и кричал как все студенты Мэри в новом помещении медицинской школы был свой бассейн в 1935 1937 и 1938 годах Сент-Мэри завоевала межбольничный кубок по плаванию а в 1938 кубок по ватерполу эти успехи очень радовали ветерана спорта ставшего профессором бактериологии само собой разумеется стрелковый клуб по старой традиции был на высоте ежегодно проводился матч между студентами и преподавателями такие стрелки как Флеминг и Фримен давали профессоре шансы на победу однажды когда преподаватели пришли в тир их встретил у входа студент который властным голосом спрашивал у каждого его возраст и записывал эти сведения а какое это имеет значение после сорока лет мы за каждый год даем одно очко форы снисходительно ответил студент студент вызвал раздражение у Флеминга и тот когда пришла его очередь серьезно сказал 90 лет студент вздрогнул но не решился отказаться от своих слов и записал Ганди Кап 50 Флеминг был уже вполне сложившимся человеком но Райт и в новом институте продолжал относиться к нему покровительственно этот молодой Флеминг недурно работает снисходительно говорил он очередному посетителю в 1928 году Флеминг был назначен профессором бактериологии Лондонского университета в институте по прежнему лечение оставалось весьма произвольным и целиком было предоставлено на усмотрение Райта основные средства институт получал от производства и продажи вакцин но вакцины и сыворотки к сожалению не разрешали всех проблем инфекционной патологии Флеминг имел тому печальное доказательство умер его брат Джон они вдвоем пошли на матч на трибунах их продуло ледяным западным ветром на завтра Джон Флеминг слег с пневмонией через несколько дней он умер два года назад его спасла от этой же болезни противопневмококковая сыворотка типа 3 и на этот раз заболевание было вызвано пневмококком типа 3 но сыворотка не подействовала магическая пуля против пневмококков еще не была найдена она находилась в бульоне пенициллиума но никто не мог и оттуда извлечь и использовать после потрясающей победы одержанной сальварсаном над бледной спирохетой научно-исследовательская работа по химиотерапии продолжалась Эрлих доказал сродство двойных азотных красителей с бактериями и показал их бактерицидные свойства инвитро химикам фармацевтической фирмы Bayer удалось синтезировать большое количество подобных препаратов и они поручили одному из коллег Домахку испытать их на зараженных мышах в 1932 году Домахк открыл что один из красных красителей спасал большинство мышей зараженных стрептококками что происходило часть красителя соединяясь с микробом нарушала химическое равновесие что приводило к гибели микробов эти результаты были достигнуты при применении доз намного меньших той которая представляла опасность для клеток организма открытие видимо было значительным Домахк назвал чудодейственный медикамент пронтовилом первой больной которую он вылечил этим лекарством была его собственная дочь она заразилась в лаборатории работая со стрептококковой культурой и была спасена протонзилом в течение трех лет в Германии без всякого шума чуть ли не секретно продолжались испытания нового лекарства наконец в 1935 году ученый мир был торжественно оповещен об этом открытии Домахк приехал в Англию и выступил с докладом в королевском медицинском обществе Флеминг вместе с доктором Юнгом пришел его слушать цифры приведенные Домахком произвели на Юнга большое впечатление Флеминг после доклада сказал Холту все это так но пенициллин лучше он отметил что хотя Домахк применял слишком большие дозы препарата его результаты менее эффективны чем те которых добивался он Флеминг все же открытие Домахка его очень заинтересовало но Райт даже после сообщения Домахка проявлял свой обычный скептицизм химиотерапия внушала ему непреодолимое отвращение слишком часто бывало что вещества о которых говорили как о чуде впоследствии оказывались или бездейственными или вредными разве можно так быстро побороть бактериальные заболевания говорил Райт медикаментом принятым внутрь немецкая статистика Райт вообще не верил статистике а Флеминга лизоцин и пенициллин подготовили к подобным открытиям у него не было предвзятых идей и он всегда охотно признавал чужие опыты если они были безупречны он сказал своему другу доктору Брину мне кажется что на этот раз появилось нечто в самом деле ценное байеровский препарат протонзил Брин недоверчиво спросил а вы не могли бы мне его раздобыть постараюсь обещал Флеминг и через неделю дал Брину небольшое количество протонзила Брин использовал его на нескольких больных рожей и к своему удивлению очень скоро совершенно их вылечил казалось в самом деле медицина на этот раз получила нечто новое во Франции четверо исследователей из Пастеровского института работавшие в отделении крупного ученого Эрнеста Фурно и под его руководством Трифуэль госпожа Трифуэль Бове и Нитти тоже изучали протонзил они обратили внимание на одно странное явление этот медикамент так сильно действующий в организме не убивал микробы инвитро по-видеому это означало что попадая в человеческое тело препарат разрушался и при этом выделялся некий токсичный для бактерий элемент то же самое происходило с атаксилом Эрлих доказал что введенный в организм атаксил преобразовывался в вещество содержащее мышьяк смертельное для трепоносом систематизированное изучение производных продуктов близких к протонзилу показало что бактериостатическое действие этих соединений обусловлено только одной частью молекулы пара аминофенил сульфамидом сотрудники Пастеровского института возобновив опыты над этой частью молекулы сравнительно простой увидели что именно она обусловливает действие этого препарата тогда они выдвинули гипотезу что протонзил распадается в организме их предположение позже подтвердилось пара аминофенил сульфамид был обнаружен в крови и моче больных которым вводили протонзил это открытие коренным образом изменяло способ применения препарата протонзил был запатентован фирмой Байер и таким образом больные всего мира попали бы в зависимость от этой фирмы в то время как сульфамиды уже известные вещества могла выпускать любая химическая фабрика сульфамиды с давних пор употреблялись в производстве красителей потому что их очень стойкие молекулы придавали устойчивость тем красящим веществам в которых они содержались они цеплялись за стрептококи так же как за окрашиваемые предметы медики Англии и Франции пустили в ход этот новый вид оружия для борьбы против инфекций химик писал профессор Фурно дает жизнь медикаменту но врач поддерживает его первые шаги во Франции в Пастеровском институте Рене Мартен и Альбер Делоне добились успехов которые потрясли врачей в Англии новый препарат получил признание благодаря очень тщательному изучению его действия при родильной горячке проведенному Леонардом Кольбруком и Миф Кенни оба работали в больнице королевы Шарлотты как уже было сказано доктор Кольбрук ушел из Сент-Мэри в 1930 году хотя Листер некогда значительно улучшил родовспоможение асептикой однако послеродовая инфекция была еще частым явлением в больницах Лондона и смертность в этих случаях составляла около 20% В 1936 году Кольбрук и Кенни на основании результатов лечения 64 случаев родильной горячки с полным правом могли заявить что процент смертности снизился до 4,7 Контролем служили остальные родильные дома Лондона где смертность оставалась прежней 20% Свидетельство казалось неопровержимым Вскоре во всех странах сульфамид 1162F был признан эффективным не только против стрептококков но и против менингококков пневмококков гонококков и даже против некоторых фильтрующихся вирусов Поле исследовательской деятельности расширилось Химики усовершенствовали эту магическую пулю еще уменьшив токсичность сульфамидов некоторые организмы их плохо переносили и создав новые соединения которые должны были действовать на другие микробы Фурно и его школа дали замечательные указания исследователям выявив природу группы атомов которая цепляясь за бактерии оказывала терапевтическое действие число сульфамидов увеличилось и ими стали как это всегда бывает чрезмерно увлекаться всякое чудо вызывает восхищение к тому же и в самом деле применение сульфамидов давало прекрасные результаты смертность при цереброспинальном менингите упала с 30% до 3% больных гонореев 90 случаев из 100% вылечивались за 10 дней и так можно было сказать что вслед за антипаразитарной химиотерапией эрлиха на свет появилась антибактериальная химиотерапия однако в борьбе против некоторых микробов сульфамиды оказались бессильны и клиницист оставался против них безоружным кроме того когда бактерии вторгались в омертвевшие ткани или в гной они становились недосягаемыми для сульфамидов тогда они выделяли защитное вещество которое тормозило действие сульфамидов Флеминг будучи бактериологом старой школы так сказать сжившийся со своими микробами и хорошо знавший их повадки предупреждал еще когда только появились сульфамиды что если при борьбе с гонококами например применять дозы которые их не убьют то появятся устойчивые штаммы и действительно вскоре неустрашимые гонококи оказали сопротивление сульфамидам это может быть вызвано двумя причинами объяснял Флеминг или медикамент уничтожил только самые восприимчивые микроорганизмы а менее чувствительные выжили продолжали размножаться и дали новые устойчивые поколения или же лечение было недостаточно энергичным и восприимчивый в начале микроб приобрел устойчивость Флеминг как всегда сдержанный и молчаливый не мог отказаться от мысли что настанет день когда его детище пенициллин станет более эффективным лекарством он упорно пытался найти химика который выделил бы чистый пенициллин гинеколог Дуглас Маклеот вспоминает как он в 1935 году обедал с Флемингом в столовой Сент-Мери они обсуждали поразительные результаты лечения родильной горячки прантазилом Флеминг похвалил новое лекарство но вдруг повернувшись к собеседнику сказал знаете Мак я нашел вещество гораздо лучше протонзила но никто не хочет меня слушать и я не смог найти врача который бы им заинтересовался и химика который бы его очистил я его спросил что это за вещество рассказывает Маклеот он ответил что назвал его пенициллином я вынужден был признаться что никогда о нем не слышал он пригласил меня подняться к нему в лабораторию что я и сделал Флеминг показал и дал мне образец плесени который до сих пор хранится у меня мы с ним обсудили возможность применения пенициллина в гинекологии я высказал предположение что его можно употреблять для влагалищных тампонов против некоторых инфекций мы договорились что этот опыт будет проделан но испытаний не дали желаемых результатов так как фильтрат очень быстро нейтрализовался влагалищными выделениями Маклеот добавляет что Флеминг спросил его не знает ли он биохимика который смог бы наконец выделить пенициллин я ответил что знаю одного очень способного химика доктора Уоррена но в тот момент я вел с ним работу по определению пола ребенка до родов и из этого ничего не вышло доктор Брин рассказывает как однажды в субботу в клубе художников Чалси он сказал Флемингу я где-то читал что вы на собрании фармакологов говорили о своем открытии знаете об этом веществе как вы его называете вы говорите о пенициллине да ответил Брин неужели он в самом деле может сделать все что вы утверждаете Флеминг возмутился конечно я бы не стал говорить то чего нет Брин дружески похлопал Флеминга по плечу вы же великолепно знаете что я не это имел ввиду я просто хотел спросить у вас будет ли применимо ваше вещество на практике смогу ли я им пользоваться Флеминг некоторое время молча смотрел куда-то в пространство потом сказал не думаю оно слишком неустойчиво его нужно выделить в чистом виде а один я этого не смогу сделать доктор МакЭллигот венеролог больницы Сент-Мэри намного моложе Флеминга был дружен с ним он часто приходил к нему за советом и не только по вопросам бактериологии но также и по клиническим и административным ведь Флеминг был одним из первых кто успешно применил против сифилиса Эрлиховский препарат 606 в те времена когда этот метод считался весьма революционным он и сейчас еще продолжал наблюдать за некоторыми из бывших своих пациентов и с гордостью убеждался что излечил их полностью Флеминг естественно показал МакЭллиготу свою удивительную культуру пенициллиума это вещество могло бы излечить многих ваших больных они долго обсуждали каким способом довести пенициллин до гонококов но кто решится ввести плесень в уретру с риском прибавить гонореи еще одну инфекцию время от времени вспоминает МакЭллигот он приглашал меня на чай в библиотеку института чтобы я встретился с Алмаратом Райтом и послушал великого проповедника иммунизации помню что я там поделился своими первыми результатами полученными при лечении гонореи сульфамидами помню с каким недоверием Райт отнесся к достигнутым успехом ему было не по душе это чувствовалось что химический антибактериальный препарат оказался столь могущественным что же думал о сульфамидах Флеминг у него были свои испытанные способы проверки действенности антибактериального препарата и свое собственное твердое мнение о важности естественной защиты организма он решил выяснить в какой степени лейкоциты объединялись с сульфамидами в борьбе против микробов в отличие от антисептиков применявшихся раньше против которых он выступал во время войны и после нее сульфамиды не оказывали токсического действия на лейкоциты вернее могли его оказать только при гораздо большей концентрации чем та которая нужна была для борьбы с микробами и Флеминг изучая сульфамиды сразу же отнесся к ним доброжелательно в ряде сообщений сделанных в королевском медицинском обществе он показал что первое сульфамиды имеют свою специфику то есть убивают определенные микробы и не оказывают никакого действия на другие второе при наличии большого количества микробов сульфамиды малодейственны или даже совсем не оказывают действия третье их действия в основном бактериостатично другими словами они останавливают размножение микробов и тем самым дают возможность лейкоцитам сыграть свою бактерицидную роль свои опыты флимминг проделал при помощи слайдкелс чашек петри желобков в агаре прорезав два параллельных желобка он наполнил один сульфамидным препаратом второй пенициллином а перпендикулярно расположил культуры стриптококов в разных разведениях он видел что пенициллин действовал во всех случаях в то время как сульфамиды очень эффективные против слабых концентраций микробов не в силах были приостановить рост неразведенных культур значит пенициллин более сильное средство но сульфамиды существуют в чистом виде и они устойчивы пока что преимущество на их стороне а вакцины группа ученых Сент-Мэри продолжала их применять и не безуспешно флимминг в своей статье напечатанной в британском медицинском журнале приводил случаи когда удавалось добиться излечения аутовакцинами он пытался создать вакцину против палочки Пфейфера и вируса гриппа насморк хоть он чаще всего и вызван вирусом против которого медики бессильны во многих случаях еще усугубляется бактериальной инфекцией так считал Флеминг иногда даже простуда чисто бактериальные заболевания должна быть отнесена за счет временного обострения хронического инфекционного состояния в последнем случае она может быть излечена аутовакциной Флеминг советовал комбинировать вакцины с сульфамидами рассуждал он так действия таких сульфамидов как 693М и 693Б бактериостатично они облегчают борьбу лейкоцитов но лейкоцитам помогает также присутствие антител почему бы не вызвать при помощи вакцины появление антител от этого сульфамиды станут только более эффективными вместе со своими коллегами Маклином и Роджерсом он вел одним зараженным мышам препараты 693М и 693Б без вакцины другим вакцину без препаратов 693М и 693Б и третьим вакцину и препараты 693М и 693Б и сравнил смертность в этих трех группах он получил совершенно ясный ответ мыши выживали только в том случае если им вводили и препараты и вакцину подобные эксперименты доставляли удовольствие старику значит иммунотерапия сохраняет свое значение патрон был в отличных отношениях с Литл Флем и продолжал над ним патронивать флеминг добродушно относился к его насмешкам и самым серьезным видом прикидывался тем кем как он знал его хотели видеть он тоже подшучивал над молодыми и те любили его за то что он всегда готов был им помочь и за то что он полон новых оригинальных и на первый взгляд экстравагантных идей даже в садоводстве он ратовал за самые необычные методы однажды перед отъездом в Дун он накупил цветочных луковиц и уговорил своего друга летчика что лучше всего посадить эти луковицы сбросив их на разрыхленную землю с самолета они прорастут где попало и сад будет выглядеть естественнее когда он так же необычно строил планы своей лабораторной работы его коллеги смеясь говорили ну и оригинал же этот флем но он не обращая внимания на их насмешки с напускной чопорностью сидел за своим столом понимая что всегда будут смеяться над всем новым вы сами убедитесь что это в конце концов одержит успех говорил он в большинстве случаев и в самом деле будущее показывало что он был прав хотя он считал что самое важное наблюдение он все же любил рациональные объяснения при условии чтобы они были вдохновлены и подтверждены фактами ему пришлась по вкусу весьма привлекательная теория Филлиса объяснявшая действия химических лекарственных препаратов она сводилась к предположению что химиотерапевтические вещества по своей химической структуре настолько сходны с веществами необходимыми для питания микробной клетки что она принимает первые за вторые микроб по ошибке поглощает сульфамиды объедается ими и не может уже принимать вещества необходимые ему для роста и размножения что и приводит его к смерти или настолько ослабляет что он становится легкой добычей естественных защитных сил организма блестящая теория и несколько необычная в 1936 году состоялся второй международный конгресс микробиологов Флеминг рассказал на нем о пенициллине и проделал на глазах у своих коллег опыт с желобком в агаре к которому микробы не могли приблизиться но и на этот раз сообщение вызвало очень слабый интерес он напомнил об этом через 11 лет на четвертом конгрессе я говорил о пенициллине в 1936 году но я был недостаточно красноречив и мои слова прошли незамеченными об этом явлении чрезвычайной важности было напечатано в 1929 году оно было продемонстрировано на конгрессе 1936 года и все же в течение многих лет на него не обращали внимания возможно и на нынешнем конгрессе будет рассказано о чем-нибудь подобном постараемся же ничего не упустить на том же конгрессе в 1936 году Флеминг продемонстрировал опыты менее серьезные которые он все же находил забавными приходило ли в голову какому-нибудь бактериологу рисовать вместо красок пигментами микробов едва ли но вполне естественно что Флемингу нравилось это чисто профессиональное развлечение многие микробы ярко окрашены стафилококки желтые бацилус продигиосус красные бацилус виолоцеус голубые вот как оперировал Флеминг этой живой палитрой он брал лист промокательной бумаги рисовал что-нибудь танцовщицу мандарина гренадера или флаг потом накладывал лист на агар чтобы бумага превратилась в питательную среду затем раскрашивал свой рисунок бульонами соответствующих культур после этого оставалось только положить промокательную бумагу в термостат в тепле микробы развивались и окрашивали рисунок иногда он разбивал также крошечные садики где по земле стелился плотный войлочный ковер мха пенициллиума покрытого блестящими цветами однажды перед осмотром больницы королевой Марией Флеминг подготовил небольшую выставку своих бактериальных фантазий среди экспонатов развивался усеянный культурами британский национальный флаг королеву видимо необычайная выставка не позабавила и она быстро прошла мимо возможно она нашла что эти фокусы слишком легкомысленны для ученого такого института возможно также что по ее мнению микробы не достойны британского национального флага но Флеминг с детской страстью увлекался этим своеобразным искусством и продолжал выращивать садики виньетки наклеивал их на картон вставлял в рамку и дарил друзьям примерно в то же время он снова попросил Берри профессора фармакологии ныне декан фармацевтического института взяться за экстрагирование пенициллина к сожалению пишет профессор Берри и я всю жизнь в этом раскаиваюсь я не сделал этой попытки и не понимал почему он придает этому такое большое значение очень хорошо помню наш с ним разговор он был совершенно убежден что его открытие ждет большое будущее я помню как он тогда предсказал что если получить это вещество в чистом виде его можно будет вводить в организм человека несколько позже в 1937 году Флеминг опять рассказал о пенициллине бывшему коллеге по лаборатории доктору Лайдлау когда тот пришел с ним повидаться никогда не забуду его спокойного воодушевления настанет день сказал он мне когда найдут способ выделять активное вещество и выпускать его в массовом масштабе и тогда мы увидим оно будет широко применяться против болезней вызванных теми микроорганизмами которое как я знаю оно уничтожает подобных свидетельств можно было бы привести множество до чего же сильна была вера Флеминга в пенициллин если он несмотря на свою неизменную сдержанность предпринимал одну попытку за другой чтобы притворить в жизнь свое открытие если несмотря на новые исследования он все время возвращался к своей работе 1929 года испытываешь подлинное волнение наблюдая как этот застенчивый человек глубоко убежденный в первостепенном значении своего замечательного открытия не в силах был уговорить тех кто имел возможность довести его работу до конца впрочем их тоже нельзя осуждать каждый ученый ставит перед собой свою задачу и ему трудно отложить ее ради решения чужой задачи трижды у Флеминга рождалась надежда и трижды его постигало разочарование совершенно очевидно что Флеминг не мог обратиться к своему учителю Алмроту Райту с просьбой отпустить средства на эту работу и дать ему помощников мне кажется пишет сэр Генри Делл что если бы Александр Флеминг работал в таком институте где антибактериологическая химиотерапия считалась бы приемлемой и привлекала бы начальника отделения все продвинулось бы гораздо скорее в биографии Райта Кольбрук ясно говорит что старик не желал даже поинтересоваться сульфамидами он отвернулся от этого открытия и не занимался им словно оно и не было сделано Райт по своим убеждениям был противником пенициллина но в то же время если бы Флеминг не был сформирован Райтом он не посвятил бы всю свою жизнь борьбе с инфекциями возможно он не изучал бы ни антисептики ни защитные силы организма и возможно не открыл бы пенициллина даже в минуты самых горьких разочарований Флеминг не забывал чем обязан своему старому учителю как-то доктор Тейлор сказал Флемингу вам легко было заставить считаться со своими идеями вас поддерживал Райт Флеминг еле слышно ответил нет наоборот но тут же умолк и улыбнулся старику всепрощающе и ласково его молчаливость могла сравниться только с его умением ждать и не сдаваться и так он не сдавался и ждал с предельной ясностью он неутомимо объяснял как следует проверять ценность химиотерапевтических лекарств испытание нового медикамента говорил он напоминает испытание которым мы все должны были подвергнуться когда были студентами перед тем как нам давали право лечить людей мне кажется что медикамент должен выдержать три экзамена первый экзамен исследование способности данного препарата уничтожать микробы в организме человека лучший метод для этого слайдекол второй экзамен сделать инъекцию препарата или ввести его любым другим путем в организм человека и время от времени измерять антибактериальные свойства крови третий выпускной экзамен лечение инфекционных заболеваний сперва у подопытных животных в лаборатории а затем у человека и определение токсичности препарата для всего организма после открытия сульфамидов ученые всего мира пытались найти вещество которое убивало бы определенные микробы в организме человека в Рокфеллеровском институте доктор Дюбо вел научно-исследовательскую работу направленную на получение антибиотиков против гноеродных микробов он придумал очень остроумный способ заразил участок земли этими микробами считая что в процессе борьбы за существование в земле путем отбора разовьются какие-то микроорганизмы из этой зараженной земли он выделил культуру и в самом деле обнаружил в ней бактерию бациллус бревис бревис три четвертых которая обладала мощным бактерицидным действием на многие патогенные микробы он сумел выделить нужное вещество и назвал его тиротрицином который как потом Дюбо убедился состоит из двух антибиотиков грамицидина и тироцидина к сожалению и тот и другой токсичны для почек но могут с успехом применяться наружно для местного лечения так факел науки переходил с континента на континент ученые шли по правильному пути к 1939 году Флеминг профессор бактериологии помощник директора института занимал в своей отрасли науки весьма видное место но ему уже исполнилось 56 лет и было мало вероятия что он успеет до того как уйдет в отставку сделать еще какое-нибудь необычайное открытие правда была надежда на пенициллин но продолжая о нем говорить сам он казалось уже отчаялся увидеть его когда-нибудь в чистом виде после грозного предупреждения 1938 года в 1938 году гитлеровцы вторглись в Австрию каждый прозорливый человек понимал что война близка в начале 1939 флеминг встретив коридоре сент-мери одного из своих лаборантов Питера Флуда остановил его и с улыбкой сказал знаете чем мы займемся если начнется война нет с недоумением ответил Флуд так вот большинство будет прикреплено к скорой медицинской помощи остальные же и среди них мы с вами останутся здесь это будет небольшая горстка которая станет продолжать работу в лаборатории до тех пор пока нас отсюда не выгонят бомбы Флуд в знак согласия кивнул головой не беспокойтесь продолжал Флеминг место для работы мы найдем и будем трудиться все вместе Флуд сказал что это его вполне устраивает лицо Флеминга озарила улыбка я и не ждал от вас другого ответа сказал он Флеминга не пугала перспектива скромно закончить свою карьеру в лаборатории где он провел всю свою жизнь а затем в 65-летнем возрасте уехать в Бартон-Миллс копаться в своем садике и жить там окруженным уважением и любовью но отнюдь не ореолом славы однако некоторые из тех кто его знал и среди них доктор Дайсон говорят что его подтачивала какая-то тайная печаль и он своим лаконизмом и острым юмором старался скрыть грусть которая причиняла ему неспособность выразить свои чувства поделиться своими переживаниями но большинство людей считает что Флеминг был по-своему счастлив профессору Прайсу он однажды сказал что не понимает как можно свои лабораторные неприятности приносить в дом никогда ни одно огорчение не вызывало у него бессонницы его мучило одно неумение раскрыть свою душу но таким он родился таким его сделала Шотландия и исследовательская работа и он мирился с этим доктор Краддог хорошо знавший его так описывает это весьма своеобразное счастье в своей работе он был немного дилетант он не был похож на тех ученых которые в течение многих месяцев выращивают сотни культур и топчутся на одном месте выявляют незначительные изменения и за пять лет кропотливого труда составляют классификацию вариантов одного и того же организма Флеминг стремился к более эффективным и более интересным результатам он хотел чтобы работа доставляла ему удовольствие лизоцин привел его в восторг пенициллин в еще больший это был новый мир и он погружался в него с наслаждением в повседневной жизни его привлекало все странное и интересное помню как-то мы с ним ехали в машине по шоссе он обратил внимание на необычную ручную тележку сделанную деревенским кузнецом в ней возили тяжелые бидоны с молоком от фермы до дороги где их забирал специальный грузовик Флеминг попросил меня остановиться и зарисовал тележку которая поразила его своим хитроумным устройством мой 10-летний сын построил из деталей своего конструктора подъемный кран и Флем сфотографировал это сооружение найдя что оно ловко задумано в нем вызывали острое любопытство глиняные печи которыми до сих пор пользуются у нас на старинных фермах их топят хворостом когда стенки печи раскалятся до бела из нее выгребают золу и ставят жарить мясо жар дают нагретые стенки печи этот простой метод позволяющий экономить топливо вызывал у Флема восторг назвав его дилетантом я вовсе не думал сравнивать его с бабочкой которая порхает с одного красивого цветка на другой я хотел только сказать что он тщательно выбирал тему достойной его внимания остановившись на чем-то он уверенный и быстрее чем кто-либо из тех кого я знал добирался до самой сути проблемы работал он безупречно ничего не делал бесполезного он был поразительно ловок в Сент-Мэри рассказывали что в те времена когда переливание крови было еще делом новым один хирург никак не мог найти вену у ребенка и попросил вызвать Флеминга тот без всякого труда сделал переливание в наружную яремную вену он работал в лаборатории регулярно по 6-7 часов в день но был не из тех кто охотно отсиживает 12 часов подряд он соглашался на это только в молодости когда вычисляли абсонические индексы к счастью в этом уже больше не было необходимости он не бездельничал и за 6 часов успевал больше чем другие за 12 летом он очень любил бывать в своем загородном доме копаться в саду и уезжал туда в пятницу вечером с радостным сердцем а в понедельник утром он тоже был счастлив приняться за любимую работу так проходили годы в августе 1939 года Флеминг с женой поехали в Нью-Йорк на третий международный конгресс микробиологов там Флеминг познакомился с доктором Дюбо чьими работами он восхищался Дюбо спросил Флеминга о дальнейшей судьбе пенициллина этого вещества которое казалось было столь многообещающим Флеминг рассказал что он передал пенициллин крупнейшему лондонскому химику с просьбой выделить его в чистом виде но тот ответил что вещество слишком нестойкое и с химической точки зрения не заслуживает кажется никакого внимания в Америке доктор Роджер Рид работавший в сельскохозяйственном колледже Пенсильвании прочтя сообщение Флеминга решил сделать их темой своей диссертации он попросил у руководства колледжем 100 долларов на свои опыты он хотел испытать на зараженных пневмококами мышах плесневый бульон а также ввести пенициллин к коровам больным маститом ему отказали в этой ничтожной субсидии а профессору который предложил финансировать опыты угрожали увольнением на этом же конгрессе Флеминг встретился еще с одним американским медиком Элвином Коберном который очень интересовался лизоцимом и микробами зева проявляющими стойкость к слюне Флеминг был счастлив когда узнал что его работы проведенные с такой тщательностью в крошечной лаборатории Сент-Мэри стали известны за океаном и заинтересовали американских ученых Август был влажный и знойный как это часто бывает в Нью-Йорке стояла предгрозовая погода но самой страшной была та другая гроза которая собиралась в Центральной Европе 3 сентября была объявлена война Флеминг с женой сели на пароход Манхэттен и отплыли в Англию Оксфордская группа новую тему открывает ученый один но чем сложнее становится мир тем труднее нам успешно завершить что бы то ни было без сотрудничества других Флеминг к большому открытию приводит длинная цепь сложных событий Флеминг открыл пенициллин он доказал бактерицидные свойства неочищенного вещества его безвредность он подал мысль использовать его для лечения ран зараженных чувствительными к пенициллину микробами и опубликовал благоприятные результаты его применения он пытался добиться чтобы химики выделили это вещество всякие препятствия и несчастные случаи не позволили никому из них довести дело до конца но уже в 1935 году с двух отдаленных друг от друга точек земного шара двинулись к Оксфорду два человека которые должны были вместе разрешить эту задачу доктор Говард Флори был австралийцем он родился в 1892 в 1898 году в Аделаиде с самого детства Флори проявлял живой интерес к наукам и в частности к химии будучи студентом медиком он женился на студентке мисс Этель Рид она хотела стать клиницистом он же заняться научно-исследовательской работой Флори присудили стипендию Сессиля Ротца и это позволило ему приехать в Оксфордский университет здесь он занимался физиологией а позже в Кембридже патологией его привлекали все важные проблемы и наделенный большими острым умом и волевым характером он добивался успеха в любой области в 1925 году Рокфеллеровский фонд послал его в Соединенные Штаты где он работал в разных лабораториях там он приобрел немало друзей и среди них доктора Ричардса из Пенсильванского университета Ричардс тоже сыграл свою роль в истории пенициллина в 1929 году Флори вернулся в Англию и познакомился с работами Флеминга о лизоциме он заинтересовался этим удивительным веществом которое содержится и в слезах и в ногтях человека и обладает свойством мгновенно растворять некоторые микробы в 1935 году Флори был назначен профессором патологии в Оксфордский институт Уильяма Дена это было образцовое научное учреждение расположенное в большом прекрасном парке институт был великолепно оборудован и в нем работало гораздо больше ученых чем Сент-Мерри здесь имелось три лаборатории экспериментальной патологии биохимии и бактериологии в этом институте Флори продолжил изучение лизоцима он был всесторонне образованным учеными поэтому лучше чем кто-либо был подготовлен руководить работой группы исследователей и ее координировать он поручил добыть чистый лизоцин доктору Робертсу в 1937 году Робертс и еще один молодой химик доктор Абрагам выделили лизоцин вскоре после того как Флори получил свою кафедру он пригласил к себе доктора Чейна чтобы тот организовал и возглавил секцию биохимии Чейн родился в Берлине в 1906 году его отец был выходцем из России мать немкой у отца был химический завод и Чейн с детства решил стать химиком он поступил в Берлинский университет его особенно привлекала химия живых организмов биохимия в качестве второй дисциплины он избрал физиологию он защитил докторскую диссертацию но в 1933 году к власти пришли нацисты Чейн был евреем и уехал в Англию сперва он работал в Лондоне затем в Кембридже где директор института биохимии сэр Фредерик Гаорэнд Гопкинс оценил его и очень заинтересовался его научными работами однажды сэр Фредерик спустился в подвал где помещалась лаборатория Чейна и спросил ученого не хочет ли он перебраться в Оксфорд где Флори новый профессор патологии ищет биохимика Чейн с восторгом принял это предложение он не надеялся получить подходящее место в Англии и собирался переехать в Канаду или в Австралию он был тогда еще молод ему было всего 29 лет черноволосый с горящими глазами и живым умом он совсем не походил на англичан но они почувствовали в нем гения и не без основания сэр Фредерик Гаулен Гопкинс которого поразили способности Чейна рекомендовал его Флори Чейн явился к Флори который сообщил ему что на своей кафедре придает очень большое значение биохимии так как в основе всякого патологического изменения лежат биохимические явления Флори обещал Чейну полную свободу действий и выбора темы своих исследовательских работ и подал ему мысль заняться изучением одного вещества растворяющего бактерии лизоцима которое как сказал Флори играет роль в защите организма против бактерий и возможно способствует заживлению язвы желудка в 1936 году Чейн с Эпштейном получившим Ротсовскую стипендию приступили к этой работе в то же время они изучали биохимическое действие змеиного яда прежде всего надо было проверить является ли в самом деле лизоцим ферментом как утверждал Флеминг то есть веществом чье присутствие усиливает некоторые реакции и расщепляет некоторые молекулы если это так то в бактериальной клетке есть такой субстрат на который действует лизоцим так как ферменты и субстраты настолько же прилажены друг к другу как ключ к замку что и объясняет специфические особенности ферментов опыты дали положительный ответ Чейну удалось выделить из желтого кока вещество полисахарид которое распадалось под действием лизоцима и в данном частном случае являлось как бы замком удачно осуществив свою работу ученые естественно решили тщательно изучить всю литературу по этому вопросу просмотреть все старые публикации и выяснить что уже сделано в этой области Чейн обнаружил около двухсот сообщений о разных антибактериальных веществах одни из этих веществ наподобие лизоцима оказывали лизирующие действия на микробы растворяли их другие же разными способами убивали тот или иной микроб перед Чейном открылось огромное поле для исследовательской деятельности микробный антагонизм Флори и Чейн обсудили эту тему из всего прочитанного Чейн нашел самым интересным сообщение Флеминга о пенициллине которое тот сделал в 1929 году из этого труда Чейн узнал что существует вещество наделенное многообещающими антибактериальными свойствами это вещество имело перед лизоцимом то преимущество что оно уничтожало болезнетворные микробы и к тому же по утверждению Флеминга не оказывало токсического действия на организм продолжая изучать литературу Чейн убедился что были приложены серьезные усилия чтобы выделить и очистить пенициллин чего нельзя было сказать о других веществах но все усилия оказались тщетными Чейн готов был взяться за эту работу но она требовала довольно больших денег а их не было как-то пересекая с Флори прекрасный университетский парк Чейн спросил своего руководителя нельзя ли получить из Рокфеллеровского фонда несколько тысяч долларов английский медицинский научно-исследовательский совет предоставлял небольшие субсидии в 50-100 фунтов но это ничего бы не дало ученым Флори сделал запрос и через некоторое время сообщил Чейну что если представить интересный план биохимической исследовательской работы вероятно можно будет добиться дотации Чейн ответил что нет ничего легче и сразу написал для Рокфеллеровского фонда меморандум в котором он предлагал три темы змеиные яды факторы диффузии и бактериальный антагонизм план был рассчитан на 10 лет Флори одобрил меморандум и через несколько месяцев радостно сообщил Чейну что фонд утвердил субсидию в 5000 долларов это была чудесной новость теперь работе лаборатории биохимии не угрожала остановка из-за отсутствия смехотворно маленьких сумм необходимых для покупки требующейся аппаратуры Чейн приступил к исследованию пенициллина в начале 1939 года летом он уехал в отпуск в Бельгию когда он вернулся уже была объявлена война почему он начал с пенициллина Флори с Чейном решили что будут изучаться три вещества один из ферментов пиоцианазу антибактериальные вещества выделяемые актиномицетами позже исследование этих веществ увенчалось открытием мощных антибиотиков в том числе стрептомицина и пенициллин у пенициллина по сравнению с остальными веществами было много преимуществ его уже изучали во многих аспектах выяснили что он не тактичен и хотя он был не стоек и не поддавался очистке его по крайней мере было легко добывать в институте Дённа имелся штамм пенициллиума вот как он туда попал в 1935 году когда Чейн только приехал в Оксфорд как-то в коридоре навстречу ему попалась одна из лаборанток она несла бутыли ру с плесенью Чейн не обратил особого внимания на эти культуры но сообщение Флеминга навело его на мысль что бульоны которые были у лаборантки возможно имели отношение к пенициллину он поговорил с лаборанткой и она рассказала что была ассистенткой Дрейера предшественника Флори что Дрейер занимался бактериофагами вирусами обладающими способностью уничтожать бактерии и хотел исследовать не является ли и пенициллин таким фагом он попросил Флеминга прислать ему штамм пенициллиума и тот как всегда обрадовавшись что кто-то заинтересовался пенициллином исполнил его просьбу Дрейер вскоре убедился что пенициллин не факт но сохранил его для других исследований Чейн попросил сотрудницу дать ему этот штамм тогда Чейн ничего не знал о плесенях он с трудом научился обращаться с этими капризными колониями казалось нет возможности добиться определенного результата пенициллиум то выделял пенициллин то не выделял дело в том что штамм флеминга подвергся изменениям Чейн убедился в чрезвычайной нестойкости этого антибактериального вещества но это лишь подогрело его любопытство химики пытавшиеся до него выделить чистый пенициллин говорили что это вещество исчезает пока на него смотришь Чейн решил выяснить причину этой нестойкости в своих исследованиях он пользовался гораздо более тонкими методами которыми обычно пользовались при изучении химической природы хорошо ему знакомых ферментов было решено что Флори проведет с пенициллином биологические опыты после того как Чейн выделит его и изучит его структуру Чейн взялся за работу над пенициллином а пиоцианазой попросил заняться одной из сотрудниц миссис Шантау Чейн предполагал что пенициллин это неустойчивый фермент как известно разведенные ферменты при концентрировании выпариванием часто теряют свою активность потому что неактивные до этого вещества концентрируясь вместе с ферментами приобретают активность и разрушают их но в распоряжении Чейна был новый метод неизвестный Ридли и Райстрику а именно метод леофилизации широко применявшийся в лабораториях 1935 1939 годах в частности для консервирования плазмы крови в основу метода леофилизации положен очень простой принцип в вакууме замороженные водные растворы переходят непосредственно из твердого состояния в газообразные это явление наблюдается в высокогорных местностях там лед сублимируется превращается в пар не тая когда же водный раствор содержащий разные вещества замораживается эти вещества в твердом состоянии перестают взаимодействовать если же затем удалить воду сублимацией то твердые вещества образующие сухой остаток очень долго сохраняют свою активность этим способом можно было предохранить пенициллин от разрушения леофилизируя жидкую культуру Чейн получил коричневый порошок в котором вместе с пенициллином содержались всякие примеси белки соли так что он был непригоден для инъекций можно ли как надеялись предшественники Чейна извлечь пенициллин растворив его в абсолютном спирте он проделал этот опыт но безуспешно и это его не удивило ведь он считал пенициллин ферментом а следовательно веществом нерастворимым в спирте но все же желая ничем не пренебрегать он испробовал действие метилового спирта или метанола и неожиданно его попытка оказалась удачной часть примеси была удалена однако растворенный в метаноле пенициллин снова стал нестойким выход развести раствор водой и снова прибегнуть клеофилизацией Чейн получил таким образом частично очищенный пенициллин и ему не терпелось его испытать Флори в это время был очень занят другими исследованиями и Чейн обратился к крупному испанскому хирургу Хосе Труэта работавшему в Оксфордском институте этажом выше вместе с другим сотрудником молодым англичанином Джоном Барнесом по просьбе Чейна Барнес ввел 30 миллиграммов концентрированного пенициллина в вену мыши к большой радости Чейна и удивлению Труэта который наблюдал за опытом никакой токсической реакции не последовало Флори заинтересовавшись этим сразу же повторил опыт Чейна на другой мыши введя ей 20 миллиграммов и опять не было обнаружено никаких явлений интоксикации Флори это настолько поразнило что он решил даже что не попал в вену и сказал Чейну дайте-ка мне еще одну дозу пенициллина в те времена получать пенициллин было нелегко Чейну с большим трудом удалось добыть еще 20 миллиграммов и Флори снова убедился что никакого токсического действия пенициллин не оказывает значит так же как и неочищенный пенициллин Флеминга очищенный Чейном пенициллин не был токсичен для организма животного и в то же время обладал мощным антибактериальным свойством ученые Оксфорда наконец получили в концентрированном виде стойкое и частично очищенное чудесное вещество которое обладало поразительным свойством убивать микробы не причиняя вреда клеткам организма Флори попросил Чейна взять себя в помощники Хитли молодого ученого только что вернувшегося из Копенгагена и наделенного весьма деятельным и изобретательным умом Чейн и Хитли разработали практически метод извлечения и очистки пенициллина Рассказ о бесчисленных трудностях с которыми им пришлось столкнуться занял бы слишком много времени Основные требования заключались в том чтобы первое работать при низкой температуре второе работать при нейтральном PH3 путем леофилизации нейтрального водного раствора добыть соль пенициллина в порошке Важно отметить что метод разработанный Чейнами Хитли применялся для промышленного производства пенициллина вплоть до 1946 года Массовое производство пенициллина было неосуществимо без леофилизации Чейн одними из первых прибегнул к этому способу для изучения ферментов Флори поручил Хитли заняться биологическими испытаниями И тот для определения антибактериального действия пенициллина сперва воспользовался методом Флеминга Желобок вырезанный в агаре чашки Петри заполнялся пенициллином и вокруг него исчезали все чувствительные микробы Позже он заменил желобок маленьким стеклянным или фаянсовым цилиндром погруженным в агар Первые опыты показали что это частично очищенное вещество в тысячу раз активнее чем совсем неочищенное и в 10 раз сильнее самых активных сульфамидов Когда удалось получить совершенно чистый пенициллин он оказался в тысячу раз активнее первых образцов его полученных чайном то есть в миллион раз активнее вещества выделенного Флемингом Флори и его коллеги исследовали пенициллин на токсичность при однократном внутривенном вливании после этого они вводили крысам внутримышечно по 10 миллиграммов каждые три часа в течение 56 часов это не вызвало ни одного летального случая они изучили действия своего препарата на кровяное давление и дыхание кошек они повторили опыты Флеминга с лейкоцитами все наши исследования писали они ясно доказывает что это вещество обладает свойствами которые дают право пробовать его для лечения настал момент решительного испытания оно было проделано 25 мая 1940 года на трех группах мышей зараженных одна стафилококками вторая стриптококками и третья глостридиум септикум Хитли с волнением вспоминает ночь которую он провел в лаборатории наблюдая за реакциями животных и радость испытанную им когда он увидел что контрольные зверьки умерли один за другим а те которым ввели пенициллин выжили на следующий день утром Флори и Чейн пришли проверить результаты даже сейчас еще Чейн рассказывает об этом с горящими глазами июнь 1940 года это было время наступления немцев время Дюнгерка не подвергнется ли и Англия вторжению если это произойдет оксфордская группа решила любой ценой спасти чудодейственную плесень огромное значение которое теперь не подлежало сомнению они пропитали коричневой жидкостью подкладку своих пиджаков и карманов достаточно чтобы хоть один из них спасся и он сохранит на себе споры и сможет вырастить новые культуры к концу месяца в Оксфорде накопилось достаточное количество пенициллина чтобы можно было приступить к решающему опыту он был проведен 1 июля на 50 белых мышах каждая из них была введена более чем смертельные дозы по пол кубического сантиметра вирулянтного стрептокока 25 из них были оставлены для контроля остальные подверглись лечению пенициллином которые вводили им каждые 3 часа в течение 2 суток Флори и его ассистент Кент спали в лаборатории и каждые 3 часа их поднимал будильник через 16 часов все 25 контрольных мышей погибли 24 животных которых лечили выжили результаты походили на чудо экспериментаторы упоминали о них очень сдержанно в заметке напечатанной в ланцете и подписанной Флори Чейнами Хитли которые выделили пенициллин и первыми испытали его на животных а также Дженнингсом Абрагамом Ор Йовингом Сандерсом и Гарднером которых Флори пригласил присоединиться к группе с тем чтобы быстрее и тщательнее изучить это магическое вещество Гарднер занялся бактериологическим исследованием подтвердил полученные Флемингом результаты и обнаружил еще несколько чувствительных к пенициллину микробов среди них микроба газовой гангрены что в военное время имело первостепенное значение так комплектовалась Оксфордская группа ученых у Флеминга никогда не было группы в которую входило бы столько специалистов но по правде говоря чтобы совершить это открытие вначале потребовался труд одного ученого а затем уже целой группы Чейн писал коллективная работа очень важна для развития какой-нибудь уже известной идеи но мне кажется что еще ни одна группа никогда не порождала никакой новой идеи Флеминг писал чтобы родилось что-то совсем новое необходим случай Ньютон увидел как падает яблоко Джеймс Уатт наблюдал за чайником Рентген спутал фотографические пластинки но все эти люди были достаточно хорошо оснащены знаниями и смогли по-новому осветить все эти обычные явления а сам Флеминг увидел что плесень уничтожила микробы и он был достаточно хорошо оснащен знаниями чтобы из этого наблюдения сделать выводы и предугадать его практические возможности Оксфордская группа нашла пути и средства для притворения этих возможностей в действительность для Флеминга первое сообщение Оксфордской группы в Ланцете было самой приятной неожиданностью в его жизни он всегда знал и непрестанно об этом твердил что настанет день когда пенициллин будет сконцентрирован очищен и использован для лечения общих инфекций теперь им владела одна мысль увидеть свое драгоценное вещество в очищенном виде Флеминг уехал в Оксфорд чтобы повидаться с Флорией Чейном Чейн ему очень удивился он-то считал что Флеминг давно умер он произвел на меня впечатление человека который должно быть не умеет выражать свои чувства но в нем хотя он всячески старался казаться холодным и равнодушным угадывалось горячее сердце рассказывает свою радость поскольку его правилом было никогда не проявлять своих чувств он только сказал Чейну вы сумели обработать мое вещество крадок который видел Флеминга после его возвращения помнит что он сказал об Оксфордской группе вот с такими учеными химиками я мечтал работать в 1929 году Флеминг Флори 15 ноября 1940 года весьма сожалею что задержал присылку вам культуры пенициллиума выделяющего меньше желтого красителя вернувшись от вас я засеял бульон большим количеством моих старых штаммов и выбрал те из них которые выделяя достаточное количество пенициллина не так сильно окрашивают жидкость в желтый цвет посылаю их и надеюсь что они вам пригодятся я сравнивал с сульфамидами сухой пенициллин который вы мне дали и он при равном весе оказывает гораздо более сильное действие на септические микробы чем самый активный из сульфамидов вашим коллегам остается только очистить его действующее начало затем его синтезировать и сульфамиды потерпят полное поражение доктор Тодд Флемингу Бальманская лаборатория 23 августа 1940 года дорогой Флем я пришел в восторг проча сегодня утром в ланцете статью о пенициллине когда сможем мы начать его производство я здесь старательно работаю над антитоксинами для борьбы с газовой гангреной а пенициллин по-видимому гораздо проще я могу гордиться тем что работал в одной с вами лаборатории когда вы сделали это великое открытие как вы думаете не дает ли это мне право надеяться получить баронетство когда вы будете возведены в звание пера теперь следовало испытать пенициллин на больных но для этого требовалось очень много очищенного пенициллина плесень же была крайне капризной и обрабатывать ее надо было очень быстро Хитли взял на себя выделение пенициллина Чейн и Абраган очистку для того чтобы рассказать здесь обо всех их трудностях и разочарованиях потребовалось бы слишком много технических объяснений но следует сказать что они проявили огромную настойчивость и великолепную изобретательность группа собиралась ежедневно за вечерним чаем с грустью подводила итог своим неудачам но никогда не падала духом цель стоила того чтобы трудиться так самоотверженно после многочисленных промывок манипуляций фильтрования они получили желтый порошок соль бария содержавшую примерно 5 единиц пенициллина на 1 миллиграмм Оксфордская единица пенициллина называет минимальное количество этого вещества которое будучи растворено в кубическом сантиметре воды может задержать развитие золотистого стафилокока с образованием стерильных пятен диаметром 2-5 сантиметров ученые добились хороших результатов 1 миллиграмм жидкости содержал пол единицы пенициллина но затем предстояло осадить желтый пигмент последняя операция выпаривания воды для получения сухого порошка представляла еще большие трудности обычно чтобы обратить воду в пар ее кипячат но нагревание разрушает пенициллин следовало прибегнуть к другому способу уменьшить атмосферное давление с тем чтобы снизить точку кипения воды вакуум насос дал возможность выпарить воду при очень низкой температуре драгоценный желтый порошок остался на дне сосуда на ощупь порошок напоминал обычную муку этот пенициллин был еще лишь наполовину очищен однако когда флоре подверг испытанию его бактериологической способности он установил второствор порошка разведенный в 30 миллионов раз останавливал рост стафилококков казалось наконец наступило время проверить это вещество на человеке самым целесообразным было бы испытать его при септицемии но сделать это было нелегко во-первых ученые располагали еще слишком малым количеством пенициллина и поэтому не могли ввести мощную дозу кроме того в силу своего ускоренного выделения препарат недолго задерживался в организме он очень быстро выводился почками правда его можно было обнаружить и извлечь из мочи с тем чтобы снова использовать но это длительная операция и больной за это время не успел бы умереть введение пенициллина через рот было неэффективно желудочный сок сразу разрушал этот препарат наиболее желательным казалось при помощи повторных инъекций поддерживать в крови такую концентрацию вещества которая давала бы возможность естественным защитным силам организма убить микробы благодаря действию пенициллина уже не столь многочисленные одним словом многократные инъекции или же капельное вливание отсутствие необходимого количества пенициллина еще усиливало естественную тревогу которую испытывают при первом опыте на больном был риск что не удастся закончить начатое лечение Флори встретился с руководителями крупного химического завода сообщил что у него есть вещество которое по-видимому обладает чудодейственными лечебными свойствами и не скрывая всех трудностей этого предприятия спросил их не смогут ли они организовать массовое изготовление пенициллина химики завода подумав отказались трудно их осуждать за это завод должен был выполнять правительственные военные заказы кроме того технология производства пенициллина с таким трудом разработанной Оксфордской группой была очень сложной предприятие подвергалось риску напрасно затратить большие средства на оборудование поскольку в это время какой-нибудь ученый мог осуществить синтез пенициллина и тем самым сразу снизить его себестоимость и так ученым Оксфордской группы оставалось рассчитывать только на себя Флори возложил на Хитли следующую задачу получать 100 литров раствора культуры в неделю и извлекать из него пенициллин С начала февраля 1941 года в лабораторном холодильнике хранился небольшой запас желтого порошка в это время представился случай который из-за полной безнадежности больного давал право провести смелый опыт в Оксфорде от септицемии умирал полицейский началось заражение ранки в углу рта затем последовало общее заражение крови золотистым стафилококком микробом чувствительным к пенициллину больного лечили сульфамидами но безуспешно все тело его покрылось нарывами инфекция захватила и легкие врачи считали что больной обречен если его спасет пенициллин это будет блестящим доказательством целебных свойств препарата 12 февраля 1941 года умирающему ввели внутривенно 200 миллилитров пенициллина затем вливали каждые 3 часа по 100 миллилитров через сутки состояние больного значительно улучшилось новых гнойных очагов не возникало видно было что приговоренный к смерти начинает выздоравливать продолжая инъекции лечащие врачи сделали переливание крови к сожалению маленький запас пенициллина удручающе уменьшался небольшое количество пенициллина удалось добыть из мочи больного состояние полицейского продолжало улучшаться он уже чувствовал себя гораздо лучше начал есть температура упала две вещи стали совершенно очевидны являя собой трагический контраст лечение пенициллином если его проводить и дальше спасло бы больного на лечение нельзя было продолжать из-за недостатка препарата хитли проявлял огромную самоотверженность но он вынужден был ждать когда культуры дадут новый урожай вскоре пришлось прекратить инъекции больной прожил еще несколько дней но затем микробы ничем не угнетаемые одержали верх и 15 марта полицейский умер теперь флори знал что если бы у него было достаточно пенициллина человек был бы спасен но он не мог доказать то что предполагал кроме того было сделано переливание крови и скептически настроенные люди могли этому приписать улучшение состояния больного итак первый опыт частично оказался неудачным желтый порошок плод такого неутомимого труда был израсходован безрезультатно ученые оксфордской группы были огорчены но не пришли в отчаяние когда удалось накопить новый запас пенициллина его ввели трем больным на всех троих сразу же сказалось быстрое и благотворное действие препарата двое больных полностью выздоровели третьего ребенка удалось при помощи пенициллина привести в сознание он почувствовал себя гораздо лучше но умер от внезапного кровотечения теперь даже самые строгие судьи понимали что медицина приобрела новый химиотерапевтический нетоксичный препарат небывалой силы первые инъекции вызывали озноб что объяснялось примесями которые тогда еще содержались в препарате но эти явления прекратились после того как удалось совершенно очистить пенициллин можно можно ли было на основании этих первых удачных опытов добиться от британского правительства согласия предпринять серьезные усилия для промышленного производства чудодейственного препарата Флори очень скоро убедился что ответ будет отрицательным в 1941 году Англия подвергалась непрорывным бомбардировкам страна воевала и готовилась воевать на всех фронтах повседневные задачи были настолько неотложны что все остальное казалось незаслуживающим внимания для людей над которыми каждую ночь нависала угроза быть погребенными под развалинами своих же домов борьба против микробов не представляла первостепенной важности но Флори мог определить какие эффективные результаты даст применение пенициллина в массовых масштабах и предугадывал какую это сыграет роль для лечения поэтому он понимал что промышленное производство пенициллина имеет военное значение Оксфордские ученые побывали почти на всех крупных химических предприятиях всюду они получали один и тот же ответ конечно доктор вы сделали важные наблюдения но продуктивность вашего метода очень мала и производство вашего препарата коммерчески не оправдает себя для лечения одного больного требовались тысячи литров культуры практически это было неосуществимо единственный выход заключался в увеличении производительности в предоставлении средств для большой научно-исследовательской работы но в трудное военное время английские заводы не в силах были пойти на такие расходы оставалось одно обратиться к Америке в июне 1941 года Флори и Хитли выехали в Лиссабон а оттуда в Соединенные Штаты они везли с собой штаммы пенициллюма стояла жара и они всю поездку волновались за драгоценную плесень которая не переносит высокой температуры в Нью-Йорке Флори встретился со своим американским другом который сразу же направил его компетентному человеку к тому самому Чарльзу Тому который установил что целебная плесень это пенициллиум нотатум теперь он был начальником отдела микологии в Северной научно-исследовательской лаборатории в Пиории штат Иллинойс эта лаборатория была создана для изыскания способов использования органических сельскохозяйственных субпродуктов которые загрязняли реки Среднего Запада надо было превратить эти отбросы в продукт полезного брожения химики этой лаборатории сосредоточили свои усилия на производстве глюконовой кислоты используя действие плесени на сырье для этой работы в качестве источника азота им служил кукурузный экстракт побочный продукт при производстве кукурузного крахмала в районах Среднего Запада этот экстракт накапливался в большом количестве и ему не могли найти применение химикам удалось выделить из него глюконовую кислоту методом глубинного брожения переходя от ученого к ученому Флори попал к доктору Кокхиллу руководителю отделения ферментации в Пиории Флори изложил ему свою проблему надо сказать что английские ученые это относится и к Флемингу и к Флори и к Чейну Хитли и Абрагаму не оградили свое открытие никаким патентом они считали что вещество которое способно принести такую пользу человечеству не должно служить источником дохода это бескорыстие следует особо отметить и оценить они сообщили американцам результаты всех своих длительных исследований поделились своими методами производства и в обмен просили только наладить производство пенициллина чтобы иметь возможность продолжить свои клинические наблюдения Хитли остался в пиории чтобы принять участие в работах первой задачей было увеличить продуктивность то есть найти более благоприятную среду для культуры плесневого грибка американцы предложили кукурузный экстракт который они хорошо изучили и употребляли в качестве питательной среды для подобных культур они очень скоро повысили продуктивность в 20 раз по сравнению с Оксфордской группой что уже приблизило их к практическому решению задач становилось возможным изготовлять пенициллин хотя бы для военных нужд несколько позже заменив глюкозу лактозой они еще более увеличили выход пенициллина и снова поражает счастливое стечение обстоятельств если бы у американцев не было в избытке кукурузного экстракта они бы не создали в пиории лаборатории а если бы не было этой лаборатории никому бы не пришло в голову выращивать пенициллин на кукурузном экстракте и лактозе и коммерческое производство пенициллина могло бы задержаться на неопределенный срок с другой стороны только благодаря английским ученым американская лаборатория смогла выполнить возложенную на нее задачу применение сельскохозяйственных отходов никогда производство глюконовой кислоты не поглотило бы весь кукурузный экстракт в то время как производство пенициллина придало ему ценность и значительно повысило его стоимость американская лаборатория в пиории внесла свой вклад не только предложениям использовать новую питательную среду микологи работавшие в этой лаборатории искали также более продуктивные штаммы плесени любопытно что пенициллин как в Англии так и в Америке происходило от первого штамма того самого который ветром был занесен на матрас флеминга до 1943 года несмотря на многочисленные исследования плесеней ничего лучшего не было найдено а в то же время едва ли этот грибок не подвергшись никакому отбору был наиболее продуктивным по просьбе американских ученых при содействии военных властей им присылали образцы плесени со всего мира все они оказались непригодными в лабораторию наняли женщину в обязанность которой входило покупать на рынке все заплесневелые продукты вскоре она стала известна под кличкой заплесневелая Мэри однажды это было в 1943 году она принесла в лабораторию плесень проросшую взгнившей дыни и обладавшей высокой продуктивностью методом постепенного отбора были выделены самые ценные штаммы и большая часть штаммов которыми пользуются сейчас происходит после отбора от гнилой дыни пиории под самым носом ученых как это часто бывает росло то что они тщетно разыскивали по всему миру пока Хитлер работал с химиками пиории Флори как паломник разъезжал по Соединенным Штатам и Канаде посетил множество химических заводов и пытался заинтересовать промышленников массовым производством пенициллина в Америке обстановка казалось была менее напряженной чем в Англии в 1941 году Соединенные Штаты еще не вступили в войну правда заводы получали огромные заказы и большинство промышленников с которыми разговаривал Флори без энтузиазма отнеслись к его предложению оно представлялось им весьма сомнительным и трудноосуществимым но все же некоторые из них доброжелательно встретили планы Флори и он уехал в Англию получив обещание двух крупных фирм выпустить по 10 тысяч литров культуры и прислать пенициллин в Оксфорд для испытаний в клинике последний кого повидал Флори был его друг доктор Ричардс с которым он познакомился еще в Пенсильванском университете Ричардса только что назначили президентом научно-исследовательского медицинского совета благодаря своему посту доктор Ричардс обладал большим влиянием и мог заинтересовать производством пенициллина американское правительство поездка Флори оказалась очень плодотворной война и слава если после поражения ты можешь торжествовать победу и одинаково принимать этих двух лгунов Редьярд Киплинг В сентябре 1939 года Флеминг вместе с ливерпульским бактериологом Алленом Дауни ехал в Нью-Йорк на Манхэттене Оба ученых почти все вечера проводили в курительной за кружкой пива Они говорили о своей работе о войне о ранениях об инфекциях Дауни убедился что Флеминг в отличие от утверждений некоторых людей был очень общителен если встречал собеседника которого интересовали те же проблемы что и его самого Он становился совершенно другим вне стен Сент-Мэри где вел себя в соответствии со сложившимся у его коллег мнением о нем Миссис Флеминг и Миссис Дауни упрекали мужей за то что они беседовали ночи напролет В Англии Флеминг узнал что его на время войны назначили патологом в Харфилд в графстве Миддлсекс Но Флеминг не бросал и Сент-Мэри считая что принесет гораздо больше пользы если снова займется темой которую он так хорошо изучил во время прошлой войны инфекциями сопутствующими фронтовым ранением молодые медики забыли а может быть никогда и не знали того что тогда с большим трудом удалось установить Райту и Флемингу В Сент-Мэри стали поступать раненые и Флеминг потребовал чтобы после каждой хирургической операции на гнойных ранах ему передавали срезы тканей Он их исследовал под микроскопом и давал ценные советы Благодаря сульфамидам хирурги теперь были немного лучше вооружены чем во время прошлой войны Флеминг в лекциях часто говорил студентам о пенициллине но они считали что это вещество представляет интерес только в рамках лаборатории Вы увидите сказал Флеминг доктору Реджинальду Хадсону что когда-нибудь в лечении ран пенициллин вытеснит сульфамиды Время от времени Флеминг приезжал в Харфилд и вместе со своим заместителем Ньюкомбом ныне профессором осматривал лаборатории В Харфилде была прекрасная аллея которой Флеминг как любитель садоводства восторгался Профессор Прайс работавший под его руководством рассказывает что Флеминг приезжал без предупреждения и все были рады его видеть Он давал дельные советы помогал всем и никогда не унывал как начальник отделения он обходил одну за другой все лаборатории выслушивал просьбы своих подчиненных и записывал их на клочках бумаги которые засовывал в карманы брюк в надежде что позже вспомнит о них и сможет их удовлетворить совершенно в духе Райта В начале войны Флеминг со своей семьей жил в Челси В сентябре 1940 года по соседству с его домом разорвались бомбы и от воздушной волны вылетели все стекла В ноябре на дом упали зажигательные бомбы Роберт был в колледже Алек и Сарин обедали у друзей Когда они вернулись пожарники уже заливали их квартиру водой Им пришлось поселиться в Ричмонсворте у профессора Прайса В марте 1941 года они перебрались к себе Но в апреле как-то ночью часа в два упала мина между церковью которая находилась на углу Олд Чардж-стрит и Чейнвок и домом Флемингов Произошел взрыв чудовищной силы Алекс Сарин Роберт его двоюродный брат и сестра Сарин Элизабет спали Разбуженные они вдруг увидели как на них двинулись окна и двери рухнули потолки Одна дверь упала на кровать где спал Алик и убила бы его но к счастью она зацепилась за спинку кровать На следующий день Флеминг привел к себе в Челси Дэна Стретфорда одного из своих лаборантов чтобы он помог вытащить из-под развалин самые необходимые вещи Вот что рассказывает Дэн Стретфорд Когда мы приехали я увидел что дома на этой улице сильно пострадали В квартире все было покрыто известковой пылью и кусками упавшей с потолка штукатурки Спальня было еще хуже Дыра в потолке и перекошенное окно Казалось что здесь шел бой Я сказал профессору наверное было ужасно когда взорвалась мина Он утвердительно кивнул головой и с улыбкой ответил Когда я увидел что на меня летят все оконные рамы я решил вылезти из постели Мы перенесли много вещей в институт и я поставил его кровать в темном чулане Он купил себе приемник и очень довольный ночевал там Семья перебралась сначала в Редлет к Роберту Флемингу брату Алика Несколько позже доктор Эллисон которого посылали в другой район предложил Флемингам свой дом в Хайготе и они там поселились В передове был участок супруги садовода развели на нем огород посадили цветы и ягоды Вернувшись после войны Эллисон обнаружил что повсюду на участке растут цветы и ягоды даже в самых неожиданных местах Садоводческие опыты Флеминга удались Почти все ночи Флеминг проводил в больнице Во время бомбардировок приходилось дежурить на крышах На этом опасном посту должен был дежурить лишь один человек Но Флеминг жадный до всяких зрелищ услышав воздушную тревогу лез на крышу Многие врачи и студенты спали на койках поставленных в подвале больницы среди труб с горячей водой Тут же висела их одежда Питались они в столовые училища Профессор Флеминг не без тайного удовлетворения делил с ними эту жизнь В нем было много холостяцких черт Он любил мужскую компанию Если какой-нибудь сотрудник засиживался в лаборатории часто дверь внезапно открывалась и профессор входил к нему с неизменной сигаретой приклеенной к нижней губе с аккуратно завязанным галстуком бабочкой Как бы вы отнеслись к кружке пива спрашивал он При этом в глазах его светилась надежда Исследователь отрывался от микроскопа и они с Флемингом шли в Фаунтен соседний кабачок где уже сидели остальные ученые из Сент-Мэри Флемингу нравилось бывать среди молодежи которая относилась к нему с уважением и любовью В кафе был оживлен раздавался равномерный стук денежных автоматов и звон высыпающихся монет когда кому-нибудь везло и он выигрывал Флеминг заказывал иногда обыкновенное пиво иногда М энд Б смесь двух сортов пива у бактериологов эти буквы ассоциировались с Мэй и Беккер Флемингу в кафе было приятно и спокойно отдохнув он через час возвращался в больницу или ехал домой с Эллисоном у которого была своя комната в доме где теперь жили флеминги В Оксфорде пока Флори так удачно ездил по Америке группа ученых под руководством Чейна продолжала усиленно трудиться и усовершенствовала метод экстрагирования здесь вырос настоящий завод которым управлял доктор Сэндерс в холодных камерах девушки которых называли пенициллингерлс работали в теплой шерстяной одежде и перчатках труднее всего было избежать заражения культуры пенициллингерлс старались не делать лишних движений чтобы не поднимать пыли следили чтобы не было сквозняков полы и скамьи смазывались растительным маслом девушки закрывали рот маской на двери вешались портьеры которые ежедневно чистились в вакууме на все эти меры предусторожности часто не помогали один микроб способен был испортить целую партию пенициллина но все-таки в холодильнике уже накапливался небольшой запас драгоценного порошка его хранили для будущего применения пенициллина в клинике Флори ждал из Америки обещанный ему 10 тысяч литров но время шло а пенициллин все не присылали все же он не колеблясь отдал часть своих запасов для лечения заражения крови у раненых первыми кого лечили пенициллином были летчики британских военно-воздушных сил получившие тяжелые ожоги во время обороны Лондона потом оксфордская группа послала немного пенициллина в Египет для армии пустыни профессора бактериологу Палвертафту он был тогда подполковником у нас в то время рассказывает Палвертафт было огромное количество инфекционных ранений тяжелые ожоги зараженные стрептококками переломы медицинские газеты уверяли нас что сульфамиды удачно борются с инфекцией но на своем опыте я убедился что в этих случаях сульфамиды как и другие новые препараты присланные нам из Америки не оказывали никакого действия последним из препаратов я испробовал пенициллин у меня его было очень мало всего около 10 тысяч единиц а может быть и меньше я начал лечить этим препаратом молодого офицера новозеландца по фамилии Ньютон он лежал уже полгода с множественными переломами обеих ног его простыни были все время в гное и при каирской жаре стояла нестерпимая зловония от юноши остались только кожа до кости у него держалась высокая температура при тогдашних условиях он должен был скоро умереть таков был в те времена неизбежный исход всякой хронической инфекции слабый раствор пенициллина несколько сот единиц на кубический сантиметр так как его у нас было мало мы вводили через тоненькие дренажи в раны левой ноги я это повторял три раза в день и под микроскопом наблюдал за результатами к огромному моему удивлению я обнаружил после первого уже вливания что стрептококи оказались внутри лейкоцитов меня это потрясло находясь в каире я ничего не знал об удачных опытах проведенных в Англии и мне это показалось чудом за 10 дней раны на левой ноге зажили тогда я принялся лечить правую ногу и через месяц юноша выздоровел у меня оставалось препараты еще на 10 больных из этих 10 9 были нами вылечены теперь мы все в госпитале были убеждены что изобретен новый и очень эффективный препарат мы даже выписали из Англии штамм чтобы самим получать пенициллин в старой цитадели Каира возникла небольшая своеобразная фабрика но естественно у нас не было возможности концентрировать вещество между 1940 и 1942 годами об Александре Флеминге почти не говорили его труды были забыты исследователи печатали сообщения об открытиях которые они совершенно искренне считали своими в то время как эти факты уже были описаны Флемингом в августе 1942 года Флемингу самому при весьма драматических обстоятельствах пришлось впервые испытать очищенный в Оксфорде пенициллин на своем близком друге находившемся в безнадежном состоянии это был один из директоров завода оптических приборов Роберта Флеминга больному было 52 года его привезли в Сент-Мэри в середине июня умирающим поставить диагноз было трудно у больного имелись симптомы менингита но при исследовании спинно-мозговой жидкости обнаружить менингокок не удалось Флеминг тщательно изучал этот трудный случай и наконец обнаружил стрептокок он испробовал против этого микроба сульфамиды но безуспешно затем пенициллин вернее неочищенный фильтрат единственное что у него было пенициллин на Агаре уничтожал эти микробы в окружности радиусом в 11 миллиметров но в Англии единственный запас чистого пенициллина да и то ничтожный находился в Оксфорде 6 августа Флеминг вызвал по телефону Флори и рассказал ему о больном если у вас есть немного пенициллина я бы попробовал его применить Флори сказал что пришлет препарат при условии что этот случай будет включен в число наблюдений Оксфордской группы я связался с Флори пишет Флеминг и он был настолько любезен что отдал мне весь свой запас в ночь с 5 на 6 августа 1942 года больной то впадал в беспамятство то бредил он уже 10 дней страдал неукротимой икотой вечером 6 августа было начато внутримышечное введение пенициллина по 15 тысяч через сутки наступило явное улучшение сознание прояснилось икота исчезла и уменьшилась ригидность затылка температура упала но при исследовании спинномозговой жидкости выяснилось что пенициллина в ней не было или было очень мало я подумал не ввести ли пенициллин непосредственно в спинномозговой канал и посоветовался по телефону с Флори он этого никогда еще не делал но так как случай был безнадежным я знал что пенициллин безвреден для клеток организма я ввел 5000 единиц в спинномозговой канал позднее в этот же день Флори позвонил мне и сообщил что он ввел пенициллин в спинномозговой канал кошки и та умерла но мой больной не умер инъекция не причинила ему никакого вреда и он очень скоро поправился 28 августа он начал подниматься у него исчезли все симптомы менингита 9 сентября он выписался из больницы совершенно здоровым приговоренный к смерти человек через несколько дней после лечения пенициллином оказался вне опасности этот случай не мог не произвести сильного впечатления и в самом деле это чудесное исцеление вызвало много шума как в Сент-Мэри так и во всех медицинских кругах Таймс 27 августа 1942 года напечатала редакционную статью под заголовком пенициллиум газета говорила о больших надеждах вызванных веществом которая в сто раз активнее сульфамидов пока еще невозможно писал анонимный автор статьи создать синтетический препарат но это не важно раз сама плесень вполне доступный материал все согласятся с Ланцетом продолжала Таймс что ввиду ценных свойств пенициллина необходимо как можно скорее найти способ производить его в большом количестве это был совет чуть ли не приказ обращенный к британскому правительству статья не упоминалось ни о Флеминге ни об ученых Оксфорда на 31 августа в Таймсе появилось письмо сэра Алмрата Райта редактору Таймса сэр в вашей вчерашней редакционной статье о пенициллине вы никого не удостоили лавровым венком который заслужил тот кто сделал это открытие мне бы хотелось с вашего разрешения дополнить вашу статью указав что следуя изречению кто заслужил пальму тот ею и удостоен венок должен быть присужден профессору Александру Флемингу который работает в нашей научно-исследовательской лаборатории это он первым открыл пенициллин и он первым предсказал что это вещество может найти широкое применение в медицине остаюсь преданный вам Алмрат Райт бактериологическое отделение больница Сент-Мэри Паддингтон Б-2 28 августа так старый учитель требовал признания заслуг своего ученика бесспорно ему надо было проявить огромное беспристрастие и порядочность и сделал он это с большим чистосердечием чтобы публично признать успех химиотерапии но он все же продолжал верить или во всяком случае надеялся что в конечном счете иммунизация держит верх и это с его стороны было естественным Райт уже был 81 год он переселился за город Фарнхэм Коммун и приезжал три раза в неделю в лондонскую лабораторию поезда часто опаздывали из-за воздушных бомбардировок и Райт мог бы ездить на машине но мужчины находились в армии с шоферами были женщины а они бы всю дорогу болтали говорил Райт вот почему он предпочитал опасную и утомительную поездку в поезде о Райте и Флеминге этого периода рассказывает миссис Бекли первый и единственный секретарь Флеминга меня поражала как не похожи друг на друга эти два человека великий учитель и великий ученик сэр Алмрот человек сильно развитого интеллекта был вежлив весьма академичен а профессор Флеминг тоже наделенный огромным умом относился ко всему как-то по-детски даже к своей работе у него был удивительно простой подход ко всему и мне думается что именно эта простота и приводила его столько раз к правильному решению да они совершенно по-разному воспринимали вещи но профессор оставался преданнейшим учеником сэра Алмрота Райт по-прежнему любил поговорить помню мы пили у него чай рассказывает профессор Палвертафт Райт произнес большой монолог о Шекспире которого он недолюбливал он утверждал что Шекспир был слишком уверенным а истинный художник должен сомневаться у Шекспира нет героя которого терзали бы сомнения но тут я ехидно прошептал быть или не быть вот в чем вопрос в ответ Райт только засопел и заговорил о другом во время чудодейственного лечения проведенного в 1942 году Флеминг с Флори стали переписываться их переписка продолжалась в дальнейшем оба считали что настало время для массового производства вещества способного совершать такие чудеса в августе 1942 года Флеминг сказал своему другу Эллисону у которого он жил этот случай может очень помочь я повидаюсь министром снабжения сэром Эндрю Дунканом он шотландец и дружески настроен вы же со своей стороны переговорите в министерстве здравоохранения чтобы там поддержали промышленное производство пенициллина Флеминг явился к сэру Эндрю и сказал ему теперь мы должны начать выпускать пенициллин что мы для этого предпримем на сэра Эндрю произвели большое впечатление чудесные результаты применения пенициллина и он ответил я создам специальный комитет и руководить им будет очень энергичный человек который сдвинет это дело с места сэр Эндрю вызвал Сеселя Вейера генерального директора отдела оборудования замечательного организатора Флеминг говорил со мной о пенициллине сказал министр он считает и я с ним согласен что пенициллин открывает огромные возможности для лечения ран и многих других болезней я прошу вас сделать все что в ваших силах чтобы наладить массовое производство этого препарата 25 сентября 1942 года Сесель Вейер вызвал в Портленд Хаус для участия в совещании Флеминга Флори Райстрика Артура Мортинера своего заместителя а также представителей химических и фармацевтических предприятий словом всех кого могло интересовать производство пенициллина 5 крупных фирм Мэй и Беккер Глаксо Велком Бритиш Драг Хаус и Бутс еще в 1941 году организовали научно-исследовательское терапевтическое общество которому они обещали сообщать все полученные ими данные о пенициллине с Оксфордской группой исследователей поддерживали связь Imperial Chemical , Chemical, Industries Кэмпбелл и Бишоп последний завод безвозмездно передал партию пенициллина Флори за несколько дней до заседания комитет Сесиль Вейер сказал что все должны обмениваться своими сведениями о пенициллине и его производстве у исследователей и промышленников одна цель выпускать пенициллин быстро и в большом количестве его предложение было единодушно и с энтузиазмом одобрено все обязались делиться своими достижениями и отдать свои знания и талант на службу общественным интересам Флори сообщил что он познакомил американские фирмы с методами разработанными в Оксфорде он добавил что взаимность должна быть полной и выразил некоторые опасения по поводу патентов взятых американскими исследователями на способы производства научно-исследовательское терапевтическое общество заверило что все сообщения полученные из Америки будут немедленно передаваться английским ученым однако было условлено что работа разных лабораторий не будет централизована из-за воздушных бомбардировок неразумно было создавать единый научно-исследовательский центр масштабы производства не стали обсуждать это было еще преждевременно Флори доложил собравшимся что если на лечение одного больного менингитом или септицемией требуется большое количество препарата то на лечение местных инфекций его идет гораздо меньше так опыт лечения ожогов показал что 10 граммов препарата в месяц хватит для всех инфицированных ожогов в средневосточной армии доктор Максуэл объявил что научно-исследовательское терапевтическое общество собирается построить завод производительностью в миллион литров пенициллина в год у Imperial Chemical Industries тоже был уже разработан проект предприятия Флори высказал пожелание чтобы распределение готовой продукции велось под контролем биологов в качестве гарантии против опасных злоупотреблений которые часто бывают при появлении нового медикамента в конце совещания Артур Мартимер прошептал на ухо своему начальнику может быть вы не отдаете себе в этом отчеты но это будет знаменательным собранием и не только в истории медицины но возможно и в истории мира впервые все кто имеет отношение к производству лекарства отдадут все свои знания и свой труд не ради денег или славы производство было освоено очень быстро операциями руководил общий комитет по пенициллину под председательством Артура Мортимера позже его сменил сэр Генри Делл профессор Райстрик был назначен техническим консультантом и оказал огромную помощь он и инженеры крупных химических фирм поехали в Америку чтобы ознакомиться с успехами американской промышленности массовое производство пенициллина в Америке началось не сразу химики стремились получать пенициллин методом глубинной ферментации а пенициллиум предпочитал жить на поверхности питательной среды кроме того огромные трудности представляла борьба против заражения питательной среды большие усилия по производству пенициллина были предприняты фирмой Чарльз Пфайцер и компания завод этой компании раньше не выпускал фармацевтической продукции но его специалисты имели большой опыт в области ферментации одним из руководителей завода был Джон Смит седой небольшого роста человек с непроницаемым лицом он пытался сообща со своими химиками разработать технологию промышленного производства пенициллина но без особого успеха Смиту довелось присутствовать при воскрешении девочки погибавшей от сепсиса этот инфекционный случай раньше был бы признан врачами безнадежным девочка страдала инфекционным эндокардитом она была при смерти в июне 1943 года доктор Леве врач еврейской больницы Бруклина пришел к Смиту с просьбой дать ему для девочки пенициллин Смит ответил что распределять этот редкий препарат имеет право только национальный научно-исследовательский совет и кроме того это вещество при эндокардите не дает положительных результатов Леве возразил что если его вводить вместе с гепарином пенициллин даст эффект Смит отправился обследовать девочку трудно не оценить этот необычный поступок загруженного работой руководителя предприятия состояние больной девочки его так взволновало что он нарушил правила и дал доктору Леве пенициллин в течение трех дней золотистая жидкость капля за каплей поступала в вену маленькой больной Смит ежедневно после утомительного дня работы навещал девочку когда ей стало лучше Леве ограничился внутримышечным вливанием через месяц ребенок поправился после этого Лева взялся за лечение других безнадежных больных пенициллин не был токсичен и врач довел дозу до 200 тысяч единиц в сутки но национальный научно-исследовательский совет ввел еще более суровое правило лечение эндокардита пенициллином было запрещено по статистическим данным оно неоправдано утверждал совет а больные продолжали поправляться и Смит несмотря на риск которому он подвергался продолжал снабжать Лева пенициллином в октябре 1943 года совет направил своего представителя в Бруклин для обследования больных которых пенициллин поднял буквально из гроба посмотрите на меня разве я не живая сказала одна женщина глаза и блестели но по статистике я уже мертвая добавила она каждый раз побывав в больнице Смит возвращался на фабрику словно преображенный вы спасли еще одну жизнь говорил он своим инженерам бактериологам микологам и все они воодушевленные величием этой борьбы не жалели ни своего времени ни труда после многих попыток они добились глубинной ферментации в больших чанах стерилизуя воздух это уже была бактериология в мире гигантов во всех цехах висели надписи при работе соблюдайте осторожность загрязненный пенициллин может убить людей пенициллин должен быть абсолютно стерилен все ли вы делаете для этого больные надеются что вы их спасете и полагаются на вас подобные призывы всегда находят отклик в Америке вскоре пенициллин хлынул потоком очищая инфицированные ткани Артур Мортимер рассказывает что в Соединенных Штатах некоторые специалисты пытались получить вознаграждение за найденные ими новые способы производства мы им ответили что они могут предъявлять какие им будет угодно высокие требования они пришли в недоумение и спросили нас чем вызвано наша щедрость мы им сказали что с того момента как они предъявят свои права мы тоже предъявим свои права на всю продукцию пенициллина так как он был открыт в Англии и полученная нами сумма будет ровно в два раза больше того чего они могут добиться за применение изобретенных ими методов после этого разговора больше ни о каких правах вопрос не поднимался естественно после войны на новые методы были выданы патенты и с ними конечно считались но сам пенициллин так и остался незапатентованным и никто на него не предъявлял никаких прав осложнения возникли в связи с названием пенициллин некоторые фирмы требовали чтобы кроме них никто не продавал этот препарат под таким названием пришлось вмешаться флемингу в 1929 году он создал это слово которое стало научным термином и всеобщим достоянием никто не может присвоить его себе флеминга поддержали правительство нескольких стран и вопрос был решен положительно но все же необходимо было даже в Англии следить за применением этого слова как только разнесся слух об открытии чудодейственного лекарства тут же появились всякие мази с пенициллином глазные капли лосьоны таблетки косметические кремы с пенициллином флеминга это позабавило и он сказал мортимеру не представляю себе что они еще придумают меня не удивит если в продажу будет выпущена губная помада с пенициллином мортимер ответил очень возможно а реклама будет такая целуйте кого хотите где хотите как хотите и вы избежите неприятных последствий за исключением брака если будете пользоваться нашей пенициллиновой губной помадой флеминг еле заметно улыбнулся и сказал что это хорошая мысль но что необходимо распространить на пенициллин закон о терапевтических препаратах во избежание злоупотреблений в 1943 в 1943 году заводы наладили производство пенициллина и довольно большое количество этого препарата смогло быть поставлено армии генерал-майор Пуэй директор отдела патологии при военном министерстве послал двух специалистов в северную Африку они прибыли в Алжир в мае 1943 года как раз после победы союзников у мыса Бонн и сразу же приступили к лечению раненых пенициллином раны полученные во время этой кампании были особенно тяжелыми мухи в Тунисе причиняли не меньше зла чем противник их полчища невозможно было уничтожить даже при помощи ДДТ они заражали раны микробами откладывали в них яйца превращавшиеся в личинки чтобы обрабатывать такие раны требовался пенициллин в огромных количествах вскоре в Алжир приехал Флори у него был большой опыт и он смог дать хирургам полезные советы первые же результаты произвели на врачей такое сильное впечатление что приходилось опасаться как бы они не принялись лечить пенициллином всех раненых и все болезни Флори беспрестанно повторял что пенициллин не панацея от всех бед одни микробы чувствительны к нему другие нет в каждом случае прежде всего необходимо получить культуру микроба которым заражен больной и исследовать чувствительным ли данный микроб к пенициллину при положительном ответе можно вводить пенициллин и накладывать швы хирургам необходимо пересмотреть свои знания и старые методы большинство их отнеслись к новому способу лечения без предвзятости и приняли его но некоторые оказали сопротивление бывает что в ранах остается гной возражали они в самом деле пенициллин не убивал гноиродные бациллы но зато фагоциты избавившись от других микробов могли справиться с этим последним врагом небольшое количество пенициллина отпускалось также рабочим военных заводов доктор Этель Флори и ее коллеги из Бирмингемской больницы скорой помощи доказали что пенициллиновые повязки очень эффективны при открытых травмах рук которые так распространены среди заводских рабочих пенициллин давал поразительные результаты при лечении гонореи которые он ликвидировал в течение 12 часов госпитали были заполнены венерическими больными и в армии это свойство препарата имело весьма важное значение внезапно слава это богиня чьи порывы никогда нельзя предвидеть обрушилась на молчаливого шотландца его захлестнул увеличивающийся поток писем телефон звонил с утра до вечера с Флемингом хотели поговорить министры генералы журналисты всех стран мира неожиданная слава немного удивляла Флеминга порой забавляла хотя и доставляла ему удовольствие в то же время он постоянно напоминал о вкладе Флори и Чейна этот столь оригинальный и скромный человек стал любимцем журналистов и широкой публики вся история пенициллина носила несколько романтический характер спора которая влетела в окно и осела на культуру открытие о котором вспомнили в самый разгар войны когда она стала еще ценнее чудесные сообщения поступавшие из армии все благоприятствовало рождению легенды в которой кстати почти все было правдой на Флеминга дождем посыпались почести в 1943 году он был избран членом королевского общества самого старого и уважаемого научного общества Великобритании она была образована в 1660 из оксфордской незримой коллегии в которой собирались философы Ньютон был президентом общества с 1703 по 1727 год Райт был его членом для ученого стать членом этого общества означало удостоиться самой большой чести которую могли ему оказать его коллеги во знаменовании этого события друзья Флеминга и Сент-Мэри профессора и студенты подарили ему серебряное блюдо ювелирное произведение искусства 18 века Хэндфилд Джонс один из крупнейших хирургов больницы произнес речь в присутствии сэра Алмрета Райта не существует другого члена нашего сообщества которого мы ценили бы больше чем профессора Флеминга он всегда был проникнут духом этого дома не отделял себя от нас он иногда даже сходится своего высокого пидестала и выплывает кружку пива в фаунтене Флеминг в ответ сказал на мою долю выпадали небольшие удачи которые доставляли мне радость но я должен честно признаться что сегодня самый знаменательный день моей жизни потому что вы мой учитель вы мои современники и студенты собрались здесь чтобы оказать мне почести он признался что ему очень трудно связано говорить когда он так взволнован я мог бы вам много рассказать о стафилококках о спирохетах и даже о пенициллени но речь идет обо мне а это совсем другое дело действительно он весь день с ужасом думал что ему предстоит отвечать красноречивому Хэнфилду Джонсу обедая с доктором Маклеодом он поделился с ним своими страхами а доктор Маклеод напомнил ему две строчки их соотечественника Роберта Бернса выражавшие скромность подобающую при таких обстоятельствах строчки которые могли служить заключительной частью речи эти стихи очень понравились Флемингу и он решил их процитировать и сказать что мы действительно знаем о себе я шотландец из Эршира 150 лет назад великий уроженец Эршира Роберт Бернс написал ах если бы всегда могли мы увидеть все что ближним зримо из стихотворения Бернса насекомому которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы если другие меня видят таким каким меня только что описал Хэнфилд Джонс значит я очень недооценивал себя но шотландское воспитание полученное мною привило мне осторожность я очень хорошо знаю что лезть в подобных случаях как и в некрологе вполне допустимо но выступая он растерявшись сказал когда-то здесь в Сент-Мэри нас было трое студентов теперь все трое стали членами королевского общества разве тогда могли бы предполагать что подобная вещь будет возможна Бернс писал ах если бы себя могли мы увидеть все что ближним зримо в таком контексте стихи Бернса приобрели смысл обратный тому который видел в них Маклеот и эти строчки звучали отнюдь не скромно а крайне гордо однако каждый мог впервые прочесть на лице Флеминга глубокое волнение и это нечаянное искажение смысла стихов было встречено благожелательным смехом Александр Флеминг Рональду Трего вся больница была в сборе мне преподнесли очень красивые серебряные блюда это было мило но гораздо менее приятно было сидеть на сцене и произносить речь надеясь что я не был смешон ведь в таких вещах я мало искушен газеты продолжают заниматься пенициллином я получил из Америки просьбу прислать автографа и поздравительный адрес от муниципального совета Дарвелла городка где я родился судья он же мэр услышал о пенициллине в Каире следующий четверг в 8 часов я должен выступить по радио для шведов здесь все как обычно мы продолжаем вот и все 3 июля 1943 года он писал своему другу бактериологу Комптону который тогда руководил лабораторией в Александрии конечно я был рад что меня избрали в королевское общество и мне приятно сознавать что и мои друзья тоже этому обрадовались у меня сейчас много работы в связи с испытаниями моего химиотерапевтического детища видимо это вещество обладает необычайной силой когда в нашем распоряжении этот препарат будет в достаточном количестве он затмит сульфамиды за последние две недели нам удалось вырвать из пасти и смерти двух больных септицемией один больной гонореей был вылечен за сутки наружное применение тоже дало замечательные результаты думаю что эта работа займет у меня еще полгода а может быть и больше мы все ждем крупных событий но как и вы не знаем во что это выльется возможно когда вы получите мое письмо положение на Средиземном море прояснится моя жена чувствует себя хорошо она очень занята Роберт учится в Сент-Мэри мы все шлем вам наилучшие пожелания и заранее радуемся свиданию с вами когда уничтожат Гитлера искренне ваш Александр Флеминг спора занесенная ветром положила начало развивающейся с каждым днем промышленности как в Америке так и в Англии уже в мае 1943 года американская армия дала заказ на 120 миллионов единиц пенициллина Англия отпустила на производство пенициллина 3 миллиона фунтов стерлингов в 1944 году доктор Кокхилл работавший в пиорийской лаборатории представил американскому химическому обществу блестящий доклад показывающий необычайную быстроту развития промышленного производства пенициллина в Соединенных Штатах Мало найдется вещей которые подобно пенициллину вызвали бы такой живой интерес как в ученом мире так и в мире непосвященных Вот уже два года а может быть и больше того микологам химикам и инженерам всех англосаксонских стран оно представляется золушкой Это вещество выделяемое невзрачной плесенью которую раньше старались уничтожить а вовсе не культивировать внезапно чудесным образом преобразила заводы которые оцениваются в 20 миллионов долларов его обслуживают сотни лакеев и его приветствуют бесчисленными фанфарами Венициллин затмил своих сестер сульфамидные препараты Два года назад те из нас кому поручили организацию Бала просыпаясь среди ночи с испугом спрашивали себя а не исчезнет ли это очаровательное видение когда часы пробьют полночь оставив в ваших руках лишь хрустальный башмачок после того как мы для него построили столько заводов дворцов на часы пробили полночь и быль расходится со сказкой наша золушка не убежала и творит чудеса этот ученый умел хорошо писать и миф о золушке удивительно соответствовал истории Флеминга сэр Александр Флеминг за последние годы моя жизнь стала довольно трудной Флеминг летом 1944 года на Лондон сыпались бомбы Фау или летающие снаряды их посылали суши они летели с прерывистым наводящим ужас воем и двигались настолько медленно что можно было проследить за их направлением Сент-Мэри как только раздавался вой сирен на крышу поднимался дежурный и если он видел что один из самолетов снаряда Фау-1 летел к больнице давал сигнал тревоги второй звонок означал непосредственная опасность и третий спускайтесь в убежище часто при первой же тревоге Флеминг и его друг профессор Паннет выбирались на крышу и следили в бинокль с летающими снарядами обсуждая куда они упадут однажды когда Клайден дежурил на крыше он сказал Флемингу к чему вся эта комедия вы посылаете меня сюда чтобы я никого не пропускал на крышу а сами приходите вы же знаете что вы профессор Паннет весьма значительные люди и что без вас придется нелегко ничего возразил Флеминг вы скажете что мы проверяем посты порой бывало что он настолько увлекался работой в своей лаборатории что не слышал тревоги его секретарь миссис Эллен Бекли рассказывает что однажды утром Флеминг диктовал ей какое-то важное письмо когда раздался первый сигнал тревоги слегка встревоженная я подняла голову дали второй звонок и издалека донесся гол чудовище гол становился все сильнее раздался третий сигнал гол нарастал через окно я увидела ракету пот с моего лба строился прямо на блокнот и я с трудом удерживала в руках карандаш я взглянула краешком глаза на профессора поглощенный мыслями которые он хотел выразить он казался невозмутимым наконец чудовище пролетело над нами сотрясая все здание когда раздался четвертый сигнал который означал тревога миновала профессор вышел из состояния задумчивости и резко крикнул мне диск нагнитесь он не слышал ни двух первых сигналов ни воя ракеты военные власти дали разрешение использовать пенициллин для лечения гражданского населения пьеса Бернарда шоу дилемма врача стала былью но все же каждый случай приходилось очень тщательно изучать ведь если применить пенициллин выпускавшийся еще в недостаточном количестве для больного которого способны излечить другое лекарство этого ценного препарата может не хватить для такого случая когда один только он в состоянии будет принести спасение иногда на решение врача оказывало влияние личность самого больного так например писателя Филиппа Гедову лечили не считая с общими правилами я одно из тех животных говорил он позже которому ввели спасительное вещество думаю что в моем случае хотели попытаться воскусить труп и труп был воскрешен только благодаря выдающемуся открытию Флеминга я сегодня присутствую среди вас я хочу засвидетельствовать со смиренной благодарностью эффективность лечения которое за полтора месяца смогло вырвать человека из царства теней и даровать ему достаточно сил чтобы оказать сопротивление трём министерским ведомствам которые хотели заставить его внести исправление в его книгу Флеминг получал множество писем в которых родственники больных или сами больные умоляли чтобы он помог вылечить их от туберкулеза и других болезней и он делал всё что мог ему присылали сотни писем и он отвечал на каждое из них своим красивым чётким почерком но наивность некоторых просьб его огорчала я никогда не говорил что пенициллин может излечить от всего это утверждали газеты он оказывает поразительное действие при некоторых заболеваниях а при других никакого реклама к которой он вовсе не стремился превратила для обывателей пенициллин в чудодейственное лекарство